шашки так ну а у нас ребят еще включение студии дядя ваня знаю уже слушает нас но мы я думаю не очень надолго не будем утомлять нашего сегодняшнего гостя в гостях у нас юрий юрченко поэт актер драматург ополченец и военкор теперь уже был в плену у боевиков батальона донбасс есть даже проект новость на росвесне ну и я думаю что большинство из вас знает нашего сегодняшнего гостя так сейчас что было совсем все правильно на тачат вытащить сюда а и чтоб совсем все правильно было еще надо гостю включить микрофон все фурочет да так ну вот может собственно реакцию какие-то вопросы сами читать комментарии вот да хороший вопрос макдональдс в москве штрафовать на 200 тысяч рублей за нарушение социальных ворон знаем гостя с францией да можно об этом поподробнее ну разу когда и зачем поехали когда давно начале девяностых я сначала я это ехал не во францию я просто ехал на запад в конце даже восьмидесятых получилось так что ну чуть-чуть возможность получился я и поехал к режиму отношения не имела я не политическим просто любознательный мне нужно все самому потрогать вот я поехал мир посмотреть тебя показать языки поучить тоже я ленивый и тут я окончил несколько институтов но ни одного языка не знал как-то отучил в германии учил в мюнхене немецкий в швейцарии и в париже французский ну вот во франции я приехал первый раз так девяносто втором году в париж и в девяносто втором потом в девяносто третьем еще чуть-чуть в швейцарии там такая пересадку меня выложил чуть немного а потом я встретил девушку полумесяцем бровь французскую актрису вот и все и тут же развелся со своей до этого другой швейцарии с англичанкой с одной ну не развелся здесь не позже сначала встретил французской вот и ну мы с ней мне поможет создать впечатление что такой ветреный с одной разу мы с ней с французской вот уже 21 год верняк все точняк я нет это у меня смотрит наш эфир сейчас она не смотрит будет смут мне этом она у меня прекрасная жена вы море многие может знают хотя она театральная актриса но изредка она как-то когда есть время на не жертвует для театра так она играет в кино но редко но играет я как раз ее увидел когда-то в кино в тбилиси в кино и не знал что через какое-то время с ней встретимся она мне причем понравилась да и понимаете потом я уже с ней жил и я не забросил что это на мой друг пришел ко мне в гости спроси она не снималась в этом фильме а в этом а потом она уже снималась даже в русском фильме снялась дневник его жены там она играла француженку про бунина такой фильм режиссер учителя потом она играла даже в пьесах основе на русском языке в моей пьесе в театре маяковского наиграла главную роль в антрепризе сидихиным она играла потом на русском выучила тайничью и спешим сейчас она же так говорит даже по-русски ну вот мы с ней двадцать первый год и должен сказать тут когда я попал в плен я ушел же она не знала куда я ушел в я тихо ушел никому не сказал но когда она узнала ну-ка она узнала потом она тут же полностью оказалась ополченкой сепаратистской значит никаких упреков вопросов в раз ты делаешь значит так надо мы перина переводила мне там информацию на французский в сайты открыла страницы в сети в общем вот а потом когда я попал в плен и когда я был в плену французы у нее взяли интервью есть в ютюбе интервью и по я уже когда потом освободился посмотрел это интервью она с таким достоинством там со слезы на глазах все но так за меня что нет он прав и он правильно сделал его я верю что его найдут все но я никогда все это с ним ну то есть она наша вот не везет ну и по-разному но в основном нет наши друзья то они стали с нашими праздные есть конечно все все же разделили сейчас вот у меня друзья друзья мои друзья которые до сих пор в фейсбуке у меня в друзьях они мне желали там чтобы мне 20 лет как минимум дали чтобы там чтобы меня в каких-то подвалах держали чтобы чтобы ты там сдох а кто-то вообще где я сам приеду и тебя если они тебя выпустят я сам приеду и тебя в лоб расстреляю там выстрелю тебя ну но у меня же друзья кто к моей коллеге друзья из прослойки такой интеллектуально артистическая дарик то есть на 80 процентов нацпредатели но нет но я должен сказать что мои друзья которые были в основном на 90 процентов они остались моими друзьями вот я был даже тронут я не знал когда все это столько в море незнакомых людей вообще я первый раз плену я заплакал так знаете когда я меня вывел там один друг из подвала ну друг тамошний их офицер на стороне украинцев но который мне помог очень много и он мне дал поговорить по телефону с парижем и с москвой и когда мне сказали что сколько там людей за меня в буддийских монастырях за меня в израиле в америке незнакомые люди там я и когда мне сказали что сейчас в москве флешмоб идет на арбате даже и я вот заплакал от этого когда ну это очень я вышел я до сих пор у всех долгу я думаю вот ну я попытаюсь платить долги сейчас закончил сценарий художественного фильма писать про эту историю еще коль уже господь сделал так чтобы я вышел прошел все это увидел а я увидел много мне повезло в этом отношении это значит надо чтобы я как-то рассказал об этом ну вот я как могу пытаясь где в плену ну знаете плену мы поговорим как было в плену как было поговорим я вам скажу до плена ведь был мне повезло еще в чем мне повезло очень что я был в славянске мне повезло что я знал людей таких людей которых многих уже нет да что я хоть коротко но прожил часть жизни с ними что я с ними спал на одной земле вот я нашел то многих друзей но вот как я говорю же многих из них и потерял но они со мной и ведь я бы не знаю как если бы как бы и дальше жилось у меня этого не было жизнь моя была бы не полный я пришел сюда из-за преступил ополчение мне было 59 лет я никогда не служил я первый раз здесь вот в палатке записался и 100 первый раз стал строй и прошел строем по донецку да и по к автобусу который шел славянск вот и да и и вот там и мне повезло души я потому что сейчас столько пишут лжи стоя заказных статей на то чтобы что такое славянск что такое выход из славянска но пишут люди которые не знают что это такое были там а если кто-то поддакивает из тех кто был там мы знаем почему они поддакивают потому что ну да вот день деньги звезды еще чего-то да они вы сделали свой выбор я вчера говорил с ополченцами они называют это предательством до того что было предательство того что они сами говорили а некоторые не помнят что я они мне говорили про то скольким они обязаны игоре ивановичу стрелкову и я слышу сейчас что они говорят на так что но я это видел вот почему повезло мне мне не кто а люди кто не я не верят тому что пишут то что видно и вот но я знаю как это было вот мне повезло что я был славянский что это видел мне повезло что я был потом в донецке у меня было что что с чем сравнивать мне повезло с очень повезло что я попал в плен ну если я не это имел ввиду но повезло потому что если бы я не попал в плен и не было бы там в плену ранее так очень сильно да уже в плену мне не покалечили бы я десять месяцев потом по больницам лежал четыре операции это еще не конец этого всего я бы у меня думаю скорее всего уже бы просто не было потому что я все время лез куда надо было лезть и люди которые были намного как бы ну грамотнее меня и осторожнее ну нормально в хорошем смысле осторожнее по профессиональнее осторожнее их уже нет а я бы просто да и вот ну вот этот плен в какой-то смысле меня спас но я не по этому говорю что повезло потому что я увидел еще с той стороны эту войну вот это ну конечно важно что они не просто там укры правосеки там это для для меня они по голосам по глазам по лицам да и я не всех но тех кого я знаю вот и ну вот сценарий как раз об этом в основном там ноги бегло там с франции начинается чуть славян задевать а потом про плен в основном там со мной невероятные истории все случались при вообще сама вся история такая не не бы не стандартная я были бои и шли бои в лавайске я был там я снимал эти бои прямо уже у на уличные бои там да вот до этого потом там быть сильный такой был все во время одного очень такой дуэли просто прямой там танк с нашей гаубицы выкатили просто в лобу так вот в лобовую переступить вы истерились и на нас там вот так чуть почти завалил а в результате мы свалились в подвал манин а вот в подвале там были старики и ну я таких подвалов много видел снежном шахтерские и да где и славянске ну вот этот был последний подвал в общем и кому я мог я очень мы это все время они опросили прийти лекарства все и я не с врачами было налажено мне давали все лекарства когда я просил вот всегда помогали и тут я пообещал прийти лекарства старикам кстати старо старикам сразу двоих мы даже вывезли смогли да в харцизг там каким-то их родственникам ну вот а потом я уехал в донецк нашел эти лекарства а потом когда утром везти их должен был мне уже сказали что там город захвачен на две трети чуть чуть ли не и и машины наши не было полетать дельской такой уж и я а я спешил пока еще он не полностью захвачен чтобы найти этих стариков отдать им лекарства чтобы не подумали что я их обманул а я им помещал они сказали ну не не привезешь не сказал что если буду жив привезу вот и поэтому я сам начал добираться туда на попутках и и на последнем блокпосту за после харцизгская сел в машину каким-то ребятам ополченцем шесть человек было водители пять человек я к ним подсел они сказали чтобы голова есть кто же пробивается там ну две дороги было да они поехали как раз по той по которой я предполагал что она перекрыта но я не стал ничего говорить там они знают что делать вот у нас очень сильно очень просто обстреляли такая машина это какой-то газель маленькие машины и нас просто насквозь машину там просто но нам повезло никого не задели вот а потом мы мы выскочили из этого обстрела проскочили эту полосу каким-то чудом и расслабились и нарвались на засаду это хорошо все дом думали что там свою же что вот мы укров проскочили а там уже свои я помню водитель кричит свои свои думают вот а в ложбине наверх машина выскочила и когда я от камеры у меня не сел так с пистолетом и с камерой тут да ну тут и камера на руке я она прыгала я поэтому к ней очень прикован доступа не это да кадр вот и вдруг смотрю все станет стоит до меня дошло что машина стоит и все и в кадре все застыло как бы я понимаю голову ребята стоят руки опущены они да я вы не за спиной вот и у я сидел думал что делать или туда выстрелить или в себя но куда бы я не выстрел а там мы окружи просто все вы окружены со все эти нас гординцы там 6 ручных пулеметов там больше 20 автоматов на нас потом я видел 4 ручных пулемет потом казалось что 2 еще впереди было вот и ну если вот я какой-то звук там до раздался туда и сюда на разнесли бы всю машину а эти 66 человек они моложе меня в два или в три раза все по вот ну вот я сидел и думал что что делать да они они даже как бы не знаю этот момент не будем что не помнили что я там я подсел вот и не знали что вот и там решается ну в результате я спрятал этот пистолет там между чтобы не отдавать просто не хотелось отдавать я спрятал между двух кожаных подушек там из этого сиденья пистолет за неровскими номерами спрятал то есть это телефон и все дальше там нашлось а потом нам там туда же выскочила машина также точек как мы внутри ополченцы не было уазик и там вот водитель а рядом с водителем сидел ополчениц он только чуть шевельнулся в сторону автомата руку приду машину разнесло они вот изо всех своих там сколько у него пулеметы автоматы это страшно смотреть было на эту машину то что было бы с нами если бы я там как вот что-то там ну потом потом уже позже там меня там много у меня было встреч я встретил тут же там с одним американцем встретился который был бы в донбассе он ну он американец бизнесмен американский выпускник вестпойнта известный человек такой вот он их подкармливал он их одевал вооружал этот батальон донбасса инструктировал потому что он выпускник вестпойнта офицер такой профессиональный вот и я с ним встретился он мне вломил в челюсть сказал что у меня уже были связаны руки там сказал что я из-за тебя приехал ты из нью-йорка тут семью бросил всего там дай чтобы ты из-за меня защищать америку ну да но его он приехал у него у него по матери какие-то корни из украины да или с польши такое но ему быстро наскоро чтобы не был формально американцем в апреле 14 года ему дали гражданство украинское вот но его и но я с ним разминулся мне может повезло потому что его убили в тот же день вечером потом на моих глаз перед моими глазами каску с его мозгами практика ска была такая закоминающая на ней две буквы n и y нью-йорк вот пронесли и все кричали франко франко убили он у него позывной франко звать звали его марк вот так что с такими легендарными личностями пересекся буквально но когда пронесли каску и вода змея у меня это уже было утром когда я видел эту каску с мозгами своего я подумал у меня уже были перебиты три ребра уже сломанные нога вот и я плохо видел то что гога голова несколько раз прикладом они в собачили да и вот но у меня настроение поднялось бы день хорошо начинается когда они кричали франко убили вот я подумал да значит он же первый кто мне в саде отломил челюсть да и у него и значит сейчас надо ждать когда пронесут эти каску с с мозгами того кто мне ломал ребра но нет я не пронесли я его увидел позже ну вот в плену вас вместе держали с остальными нет меня держали с одним пленным только я могу даже прочитать вот это стихотворение сказать это да это мне повезло действительно потому что очень важно было с вот если бы отказался там я был все мы сидели в железном шкафу для инструментов что там был школьная мастерская во дворе школы и они уходили в этот в бомбоубежище под школу и в подвал школе школа мой старая мощная такая сталинская две недели вся артиллерия наша бомбила и не могла раз они уходили ждали пока нас в нас поводился она все не попадало они расстраивались такое ну и как бы такая игрушка у них была думали ну может гранату бросить вот так они нас переживут может шкаф просто или на крышу что ли их посадить так быстрее их снимать вот как в попастные мы же это привязали к танку двоих и ну и вот так и все быстро прошло а эти вежды живучи вот ну и вот они ждали пока нас сразу мы с него и вот а у меня с ногой с ребрами я там не сидеть не лежать ему а там и негде было сидеть лежать но спасибо вот мой новый товарищ с которым я там в шкафу познакомился вот так такой мой побратим уже вот он если бы оказался кто-то другой ну послабее духом это могло превратиться в ад это там но вот не везет на людей ну вот я вам в связи с этим прочту стихотворение это да называется шкаф за миг до расстрела мирославу рогачу словаку ополченцу в один день со мной попавшему в плен к нацгвардии батальона донбасс и разделившему со мной на тот момент инвалидом с перебитой ногой с поломанными ребрами шесть дней шесть ночей в железном шкафу в темноте на холме в предместе иловайска под постоянным под перекрестным огнем нашей артиллерии о перерывах между артобстрелами в постоянной готовности к расстрелу летишь не чуя мостовых вскачь зажар птицей сквозь длинный список деловых встреч репетиций но мимо планов мимо схем скользнет подошва и станет очень важно с кем в шкаф попадешь ты но я ведь как не крут удар везуч однако на этот раз господь мне в дар послал словака сам весь один сплошной синяк пустяк да что там возился нянчился словак со мной трехсотым в такой мы влипли с ним экстрим в такую кашу но мы нашли друг друга с ним спасибо шкафу ему скормили мы с руки в пространстве адском шептал на русском я стихи он на словацком свист взрыв шкаф гнется и дрожит и крышкой машет в бомбоубежище бежит охрана наша земля зашиворот в рукав свистит осколок под монолог о том как в шкаф был путь твой долог артобстрел на редкость лют у нас ем майоты зенитки гаубицы бьют бьют минометы и заглушая в сотый раз твой голос миро шесть долгих суток лупят в нас все пушки мира затихло жив не ранен брат и полон планов и из убежища назад спешит охрана что живы суки ваши вас жалеют значит бля будут следующий раз шкаф расхерачат француз словак немая слив агенты раша еще принесло вас 2 козлив в украину нашу боюсь вам хлопцы не понять шум что там снова отходим пленных расстрелять и лязг засова все мира занавес отбой не риф не шуток я счастлив был прожить с тобой шесть этих суток за миг как ввысь в слезах в огне душа вспарила твоя улыбка мира мне жизнь озарила спасибо наш чат тоже вам спасибо говорит у нас тут свои способы да вот и все в рифму главное как-то стихотворение получается да ну вот но я говорю что повезло что мира в новую нас оперерок между обстрел обстрелами они конечно вытаскивали нас молотили там вот мы им же там не сладко их там окружили там били убивали ранили на ней срывали зло конечно на нас как смогли но мне еще повезло потому что меня сразу заломали а ребят так поэтому ребятам в результате то меня вроде поломали сразу сильно ребятам досталось больше поможет потому что когда тебя как бы ну это понятно но слышать как рядом кого-то бьют я есть крики которые со мной на всю жизнь я слышу их ну просто не даже воспроизводить не стоит о чем содержание там это такая бесчеловечная история конечно фашисты садисты праздные там люди но в принципе принципе тем кто и рад бы помочь им очень сложно это сделать потому что в принципе норма быть садистом палачом фашистом это норма вот это такая у нее не унизить лишить до лишать достоинства вот гонять на четверенки и на четверенках почти голых людей чтобы заставлять чтобы они кричали что-то бить битле этих связанных ну понятно что без людей которые не могут им ответить значит там прикладами с ногами и еще издеваться как только можно вот ну шанса у нас не было эти вот там первую неделю вот шесть дней шесть ночей в этом шкафу это вот такой этот я думаю что я чуть-чуть заглянул тут в эту сторону что не вы что-то не пусть немного чуть-чуть что такое от я это вот оттуда увидел ну я вы знаете какие как и за 1 то строчка уже там появился ями рассказал мира если вы живем это будет стихотворение но там мне кто спрашивал там вы писали стихи нет мы читали там стихи писать то мне это ним не можешь потому что там где тихо там все сконцентрировано на одном как умереть так чтобы было не стыдно вот на чем чтобы не стыдно за себя было чтобы не мне говорить о таком достоинстве полном смысле не приходится потому что ты уже в таком бесправном в нижнем состоянии ты ранее ты не можешь уже ты не можешь стоять на двух ногах ты не можешь смотреть прямо в лицо да вот я вот это дышать дышать я даже стоять наказать бог что костыли мне сжимали ну мне меня их на четвертый или пятый день прийти костыли но это не очень облегчить я мог передвигаться но костыли сжимали полем поломанные ребра да и тут вот это уже но в общем поэтому но все равно каком-то смысле которая еще оставалась как саха как умереть даст вот принять достойно понять что при дружевым оттуда не выйдешь но как умереть достойно вот все настолько на этом не показать им да слава вот слабость не показать им что конечно страха все есть да еще к еще какой но главное это ты про него знаешь как потом мира говорит там друзьям нашим мира сейчас у меня на моей московской квартире мирослав вот и он говорит ну вот он из меня героя делает я не герой никакой просто я не могу перед русским показать что я боюсь а я аналогично а я не мог тут перед словаком и нас когда нас там очередной раз там мы это выводили на расстрел и уже так вроде все ну они бы там отходили действительно и нас открывали дверь чтобы нас вывести на расстрел я ему говорю мира ну рад был знакомству а он говорит юрка не подумай что я педик но я тоже тебя люблю и все и на ответе открывается мы у меня есть фотография где там я у расстрельной стены они потом прислали они сейчас они выходят ко мне в фейсбук а генерал полковник рубан прислал мне вообще письмо в личку что моим офицерам нравятся ваши стихи про шкаф вот и про это спасибо так что они следят они у меня с фейсбук просматривают все даже следует следователь который меня мучил он тоже наблюдает там все но он не принял моей моей судьбе поруган не принимал словакова он выслал мирослава он и других всех дело в том что потом когда нас все-таки чудом вырвали из этого вывезли один человек вот которым я уже говорил который помог там из них он нас вывез не всех двоих пленных ему не дали их взяли уже в последние дни там еще двоих ему их не дали и их расстреляли там насколько я знаю потом там они остались в лавайске а нас вывезли меня словака еще там клиентский человек в курахово а потом в курах в этом уже психологическое обработку тоже в подвале в котором воздуха не было держали там не алис дыхался у меня начались уже с дыханием было же ну плохо с груди там все из-за этих ребер и там еще с воздухом не и в общем все потом миллион нашли у меня на этом на этой почве всяких там где отдел и ну там предложили какие-то формы сотрудничества и когда я сказал что это ну как бы не не получится они сказали ну значит сдохнешь здесь потому что этих мы обменяем а тебя нет потому что они тут в харцизке останутся там будут обменять словака тоже обменяем а ты француз я же был здесь ну как гражданин франции здесь тогда и они меня так и называли француз у меня позывной анри у нас в ополчении позывной анри был у них у них француз ты вот или ты как бы работаешь с нами или ты тут останешься вот и ну вот так и осталось это и тебя даже бить не надо потому что сдохнешь быстро там без воздуха в подвале с твоей мять ну так бы и было бы если бы этот опять человек не появился и меня не вытащил уже одного оттуда и потом он меня прятал неделю и договаривался о таком о левом обмене с днр в результате он просил пять человек троих грузинов и двоих офицеров нацгвардии но в результате нашли из троих только одного грузина был днр из тех кого он искал и двоих официально троих вот поменяли но это такой нелегальный обмен был ну вот это внутри недели в общем случае с услуги в общем я пробыл в плену две недели вот первых первое просто это чернуха даже в этой чернухе я сидел и говорил мирославу мира шансов конечно нет что мы выйдем но если выйдем я всегда буду всю жизнь буду благодарить бога что он дал эту возможность увидеть мне это с этой стороны это классный опыт и он стоит вот того что я пережил это это этой ценой он стоит без этого я бы я и так понятно мы всего не знаем но все-таки я что-то узнал больше про эту войну и про ту сторону и про эту вот такие дела сейчас чем занимайтесь оси чем вот написал цена чем вы знаете я столько вроде в час получается должен коль его господь мне дал возможность выйти начало я думал остаться я бы я не хотел уже уезжать я хотел чтобы здесь подлечиться здесь да в донецке остаться здесь работать по обмену пленных потому что я увидел что этим там очень ну надо много заниматься что происходит с обеих сторон и что люди должны этим заниматься те которые по себе знают что это такое может люди хорошие неплохие люди да по сути они ну которые там работают но они не представляют что это такое они не со зла к ним приходят Говорят, вот подписать надо пленных менять. Ну не сейчас, сейчас мы наградные подписываем. Придите потом, на следующей неделе. Но там люди могут погибнуть. Ну бросьте вы, ну кто погибнет. Или мне там, я там. И мне говорят, не волнуйся, старик. Мне говорят, в четверг. С понедельника там тобой начнут заниматься. Мне дают телефонный офицер. Я понимаю, мы живем на разных планетах. Для них уже рабочая неделя закончилась. В четверг, там, пятница. Но с понедельника они только начнут. А для меня каждая секунда, Плен, каждая секунда тебя могут убить, Лишить достоинства. Бог знает что. У тебя нету этой недели, Которых они говорят. И ты понимаешь, бесполезно объяснять. Не потому что они плохие люди. Они хорошие, не готовые. Мы говорим на разных языках. Это должны люди. Вот я знаю, Лиля Родионова, Да, занимается пленными здесь, Занитовской комиссии. Да, она на своем месте. Она была в плену. Так она и пришла за мной. Одна из тех. Пришел человек меня забирать, Начальник комиссии по пленам. И Лиля Родионова пришли на ту сторону. Они забирали меня на блокпост ночью. В 12 ночи. На украинский блокпост они под Курахово пришли. И она прошла бы куда угодно за ним дальше. Потому что она знает, что такое. Она была в плену. А эти ребята, вот эти красивые девушки, Юноши, у них пистолеты на бедре. Так все красиво. И все. Они сидят. И даже там какие-то у них ордена уже. И они, я вам говорю, неплохие люди. Только они не имеют права там работать. Потому что они не понимают. Не со зла. И я так думал, что я должен этим заниматься. Потому что я знаю, что это такое. Но врачи сказали, что они попытались мне. Помните, сказали, нет, уже поздно. Слишком запущенная история. Это только в госпитале. Или в Париже, или в Москве. Но в Париж я не мог поехать. Потому что мне предложили помощь медицинскую. Мне позвонили из консульства Киева и Французского. Сказали, мы будем заниматься. Но они до этого тоже мне позвонили. Попросили не сделать заявление на прессу. Не встречаться с журналистами. Поэтому я сказал, спасибо за заботу. Но если вы мне здесь, уже в Донецке, пытаетесь закрыть рот. То, что будет во Франции. Поэтому я предпочитаю лечиться в Москве. Я лечился. Десять месяцев был в госпиталях в Москве. В больнице. Семья там. Ну, да, не прилежно. Жена, она прилетела. Была со мной два месяца. Тут в больнице со мной была. Ну, вот. Дочь. А дочь в Киеве. То есть она там в Париже. Она уже взрослая. У нее свои дети, мои внуки. Она не может понять. Она не знает. Когда я ее увез из Киева, я ее забрал с собой. Она была в Киеве. Потому что ее мать, моя бывшая жена, тоже актриса русская. Она уехала из Москвы в Киев. Со своим новым мужем, режиссером кино. И там осталась в Киеве. Я ее забирал когда-то из Киева, когда ей было 10 лет. И она ничего не понимает, что происходит. Отец в плену у этих. А ее брат по отцу, да, сын, ну, ее мать там по отцу. А ее брат, у него там сайт про фашистский в Киеве, да, отец. Мать тоже такая, она русская, у нее тоже там, да, как бы с теми. И она вот там не понимает, что происходит. Но она хочет, чтобы эти дети обожили в этом, чтобы жили в мире. Чтобы у брата было хорошо, чтобы отец. Ну вот, вот такие вот дела. Ну и вот чем я занимаюсь. Вот я и пишу, пишу, я сейчас трепетирую. А? Куда пишете? Я, ну, пишу, ну, вот, пишу, я еще сейчас книгу документальную пишу. Она написана у меня во многом. Я же, получилось так, что я был славянским. Я говорю, сейчас много лжи, сейчас много, да, таких заказных статей. А я жил, там же я писал мои какие-то ежедневные записи, я их выставлял в Facebook. Мне предложили сразу, когда я там начал писать что-то, да. Я ехал в ополчение и знал, что кем бы я ни был, да, стоя на блокпосту, где я не буду. Все равно, я же это мое, я все равно буду где-то для себя писать, выставлять. И получилось, что когда я начал писать, мне тут же предложили быть там, как стрингером, да, или таким, ну, журналистом в горячих точках, да, несколько агентств. Но я, и я сначала дернулся, классно думаю, деньги там, а потом я понял, что если я буду, даже если никто не узнает этого из моих товарищей, но если я буду спать с ними, есть там, да, жить, но я буду знать, что я еще за это получаю деньги, да, мне уже с ними будет, ну, не так. И я сказал, я ничего, я буду, я нигде ничего, я выставляю в Facebook, все, кто берет, и все брали, и переводили на все, там, и мне из Норвегии, там, звонили, писали, англоязычные, франкоязычные, да, все материалы, фотографии, я никогда в жизни не фотографировал, здесь взял мыльницу, начал щелкать, да, там, славянский, у меня еще море материал, который еще не опубликован, да, гиви, еще никому не известный гиви в славянске у меня, там фотографии его, я первый, кто его фотографии там, да, выставил, вот, еще некий не раскрученный такой, военачальник, да, а просто хороший парень, да, он был когда-то хорошим парнем, вот, и Моторола, тот еще Моторола, Семеновский, вот, и много у меня материалов, ну, вот, на них все произошло, даже сейчас вышла, вот, книга, герои Новороссии, да, Новороссия, да, это в Москве, на обложке моя фотография, освещение знамени, сейчас они подписаны, просто они шли вот так, да, вот, я был у Боинга через два часа, мы были вместе с Андрюшей Стениным и с Сережей Коренченком, мои друзья, Сережа Коренченков вообще мой друг, с которым мы в славянске были, прошли, мы вместе с ним жили, тут уже в Донецке, мы с ним вдвоем жили просто в комнате, в штабе, прям, при штабе, там, в штабе, мы, комната, где мы вдвоем жили, вот, он ушел, как в песне в этой, друг, оставь покурить, а в ответ тишина, ну, я не курю, поэтому там другое, просто, вот, он ушел, а я все время ругал, что он тапки, чтобы он убирал тапки, он оставил тапки посреди комнаты, а потом ко мне заходит, говорит, ну, что, да, торчат они, пусть, ну, надо убери, я говорю, не трогать, придет, сам уберет, вот, хотя я понимал, что он не придет, так вот, мы были вместе, через два часа после падения Боинга, мы снимали, у меня тоже море фотографий еще, некоторые, какие-то, которые не так тяжело, я опубликовал, но там есть то, что сложное, вот, у меня много материала такого, не, не из еще, не, вот, ну, вот, вот, и вот это, то, что я видел, больше никто, мало того, там заезжали какие-то журналисты, да, ну, вот были такие, вот, Сережа Каренченко был там, он от Ай-Корпуса был, но это были такие ребята, если, которые сделали картинку, приехали операторы, сняли там еще что-то, да, уехали, а вот из пишущих, так, вот таких, там больше не было, да, я был и, как бы, мне, по-теперь, я понимаю, на штаба, когда он меня выхватывал из там всяких, да, когда я с кем-то пытался, там, да, когда-то, ну, на какие-то ночные операции еще, он меня как мог, ну, не всегда ему удавалось, но, да, иногда он же понимал, что нельзя отпускал, ну, да, вот, выдергивал, и он говорил, пойми, что ты нужен, ну, как не цинично звучит, говорит, убьют человека на блокпосту, у нас есть его заменить кем, а вот это потом никто не расскажет, это все станет ли, нет, что это, да, кто-то будет придумывать, а ты, вот, и я то, что я писал, и вот в фейсбуке, да, в фейсбук еще кто-то, ну, куда-то расходилось где-то, что-то вылет газета, другие там, да, вот, переводили другие языки, это все уже, часть этой книги, она уже есть, большой, сейчас надо ее выстроить, вот, и она может получиться очень такая небанальная. И вы сказали про сценарий, это для какой-то пьесы? А сценарий нет, это художественного фильма, сценарий, сейчас там продюсеры занимаются. Проблема, проблема, мне, вот, мои друзья, естественно, написал, у меня было пара читок для друзей, профессионалов, актеров, кино, сценаристов, там, да, драматургов, и они все сказали, примерно сошлись на том, вот, а они говорят, написано мясом и кровью. Режиссера, где взять такого? Не дело нефта, талантливых режиссеры есть, где найти такого же талантливого, но еще опаленной войной, чтобы это пережил, чтобы увидел это твоими глазами, иначе это будут раскрашенные картинки. Вот это сложно, поэтому, и действительно, ведь лучший фильм о войне, баллада о солдате, да, это люди, которые пережили войну, Германа, если делают проверку на дорогах, да, или 20 дней без войны, он, у него военное детство, его отец свой был, да, и воевал, понимаете, вот, они знали, что это, Никулин, который играет в 20 днях без войны, ему не надо рассказать, что такое война, да, она у него в глазах, на всю жизнь осталась. Вот. Я вот, кстати, потом подумал, я был знаком, знаете, лично, мне повезло, я со многими людьми хорошими был знаком, был такой, помните, Смирнов артист был, да, Федя, из операции, такой крупный, здоровый, в бой идут одни старики, да, или, где там он у него с Быковым, да, он у него этим, Макарыч, да, так вот, он воевал, он был разведчиком, у него было чуть ли не там сколько, там, да, несколько орденов славы, там, у него было все у него, там, за отвагу, ну, разведчик, он, как же не ходил в разведку, по семь языков приводил, да, здорово, вот, и, вот, когда, да, я говорю, что, вот, Никулин у него в глазах, у них у этих людей пережили, они потом играли комедийные роли, все, а где-то в уголках у них такая печальная, всю жизнь у них осталась, это, да, как бы, а теперь я, который пережил намного меньше, чем они, да, и короче, и все равно, да, там, та война, не знаю, трудно говорить, какая война тяжелее, потому что человеку здесь, в подвале, ему нельзя объяснить, что какая-то другая война тяжелее, да, все, у каждого своя, но все равно, они, вот, да, мне кажется, что я чуть сейчас их понимаю, вот, их, о чем, ну, мне сейчас все время говорят, вот, я выставил все свои, там, новые, когда появляются мои фотографии какие-то в фейсбуке, мне говорят, что взгляд другой совершенно, да, ну, вот, а я помню эти взгляды этих ребят, комедийных актеров, да, и еще, вот, тоже, у которых эта печать на всю жизнь уже осталась, вот. Сейчас красивый закат, вот, прям, прямой эфир заката в Донецке, давайте, наверное, не будем вас, так скажем, сильно утомлять сегодня, и хотелось бы просто узнать, как вам вот сейчас ощущения, есть ли что-то в воздухе, чувствуете ли вы, что будет? Ай, вы знаете, вот, зря вы задали этот вопрос, потому что в воздухе у меня ничего хорошего, в моем, в том, что я чувствую, я приехал, ну, всталый народ, конечно, хорошо, приметы есть, ну, пусть я тогда, сейчас мы едешь, да, там, от Шахтерска до Донецка, да, там горит, там это, там бухает, там все, сейчас меньше бухает реже, уже работают сельхозмашины, там поливают, там так все, это, но люди устали, все равно это ни мир, ни война, все равно эти перегрузки, окна заклеенные, эти, да, крест-накрест, все равно это, и вот эта затяжная война, которую сделают, у меня, это другая война, эту войну я не понимаю, и на эту войну, вот сейчас, вот, будь такая война, я бы, наверное, не приехал, не потому что, потому что на этой войне я не знаю, кому бы я смог помочь, Потому что от людей сейчас, которые приезжают, ничего не зависит. Когда я приехал, я знал, что от меня зависит. От меня таких, как я, мы приехали, мы закрыли, мы что-то могли. Мы верили, может быть, это было не так. Мы верили в это. Мы верили в Новороссию, мы верили в то, что строится такое республика. Что мы можем погнать этих фашистов. А сейчас люди приезжают, а им говорят, стоп сидеть. Они сидят, говорят, мы приехали, чтобы помогать и бить, воевать. А для того, чтобы нас выбивали в окопах минометным огнем. при якобы этом перемирии. И у них люди, прошедшие Афган и Чечню, у них кипят мозги от этого, что неправильно. Кто-то теряет, терпение, уезжает, кто-то веру теряет. Другая армия. Я приезжал, это армия была, это ополчение, добровольцы. А сейчас, ну, хорошо. Я никогда не служил. Я поэт-лирик в ополчении, в добровольцами. А это регулярная армия. Тогда это регулярная, пусть идут профессионалы. Тогда тут я вспоминаю, что я поэт-лирик, а это не мое. Вот в той армии добровольцев, которые пришли не за зарплатой, а я не уверен, что этой армии, ну, они, да, а если пойти в бой, и что и половина из них, если не больше, рапорта не напишет. Они пришли получать зарплату, семьи кормить. Ну, тоже мотивы, может, наверное, их можно уважать, эти мотивы, и понять можно. Я не думаю, что какое-то достаточно большое количество людей пришло именно за зарплату. Ну, они-то пришли, но пришли сейчас, многие, большое количество людей, оно не пришло тогда, а пришло сейчас, когда стали платить зарплату. Формально они пришли, может, не зарплату. Я об этом думал. Есть люди, которые первые пробивают все, а потом подтягиваются основной массой зарплаты. Вы знаете, ну, они подтягиваются, подтягиваются тогда, когда... Ну, я говорю, другая армия. Я этой армии не понимаю. Я многим, многого чего в этой республике я не понимаю. Мало того, мне многое не нравится в той республике, которая сейчас строится. Потому что в Новороссии, вот то, о чем мы договорились, это была другая республика. О другом говорилось. Это была история, может быть, наивных людей-идеалистов, которые из них погибли, многие, да, все. Но даже... Ну вот, я говорил вчера с ополченцами, с друзьями на передовой, я с ними говорил, чтобы, дай бог, чтобы нам не было стыдно перед теми, кто погиб, что они погибли зря. Очень хотелось бы. Так, ну, построится еще одна республика, еще одна коррумпированная республика, одной больше будет. Может, дай бог, некоррумпированная, да? Может, как получится. Но я вот не очень понимаю. Я сейчас, я не знаю, за что бы я... Так получилось, что я выжил. Если бы ни рана, ни плен, ни ранение, выйти отсюда сложно. Уже все товарищи, уже ты не можешь сказать. О, ребят, ну ладно, вы воюете, я поехал. У меня там дела в Париже, в Москве. Все, ты уже повязан. Однажды ты переспал с ним на земле, однажды ты с ним сходил ночью куда-то, да, там все, и ты все. А что поменялось-то? Фашисты, что ли, кончились? Почему? Нет, стоп. Фашисты есть, но их... А их не дают бить. Они есть. Мало того, у них сейчас территории больше, чем было полгода назад. А вот фашисты есть. И у них сейчас появилось... Мы им дали время. Мы им дали время окрепнуть психологически, мотивирование они сейчас, обстрельные. Сейчас это армия, и мы дали время. Каждый день, каждую минуту, каждый час, день перемирия. Минус для нас, плюс для них. Вот это я знаю. Это мы тоже долго объяснять, почему, но я знаю. Вот. И мы дали это время. А это время, я к перемирии, а люди... Это могут там где-то думать, что перемирия. Мы-то знаем, что люди погибают и сидят в подвалах. А мне оттуда, из Артемовска, и под укроме которой, пишут пенсионеры, да, что же вы нас предали, бросили? Может, они не правы? Я цитирую их, как они говорят. Они думают, что это так, а мне возразить нечего. Я понимаю, что есть мотивы, да, там, наверху, и на верные, да, резонные. Но эти мотивы, и мотивы людей, которые вот там, в подвалах и в окопах, они не пересекаются. А я на стороне этих, да? Потому что мне не стыдно перед ними, что я жив, а они моложе меня. В три раза их уже нет. На самом деле есть некоторая информация, но я думаю, что нет смысла ее обсуждать. Информация все время есть. Вы знаете, когда Хасавюртовские договоры... Вот то, о чем вы говорите, я не могу этого понять. Я это понимаю. Когда Хасавюртовский договор заключали, да, помните, да, так вот там тоже были информации, были мотивы, потом однозначно дали оценку этим договорам. Дай бог, я бы очень хотел, чтобы это не повторилось. Посмотрим. Совсем другая история, на мой взгляд, параллели неприемлемы. История, ну, да, не будем усугублять наш разговор. Ну, а так я рад, конечно, что я приехал, я увидел друзей, кто жив. Ну, хорошо. Давайте так. Я вас уверяю, огромное количество людей сейчас с холодным сердцем и трезвым разумом делают то же, что вы делали с горячим сердцем и, может быть, где-то бесшабашно. Просто поверьте, за дело взялись профессионалы. У профессионалов мотивы другие. Понимаете? У профессионалов совершенно... Те же самые. Нет. Те же самые. Ну, мы говорим еще в эфир? Да. Хорошо. Ну, смотрите, вам жить. Я уеду вам жить. У профессионалов, у них совершенно... Те, да, вот ребята из горячей сердца, они ж погибали за человеком рядом, о котором ничего не знали, кроме позывного. Молодые ребята и девушки по 18-19 лет, да? Вот. А многих мы ничего не знаем. Они и дома-то не сказали, куда уходят, да? И прятались здесь, чтобы их не увидели родня, там, да, жены, матери. Они ушли эти с горячими сердцами. А с этим холодных у них нет. Они так легко не пойдут. У них задача не погибнуть за Новороссию, там, да, или все эти задачи, понятно, ни у кого нет погибнуть, но у них нет этой и такой готовности погибнуть. У них другие задачи. Она, и вот эта затяжная война профессионалов может и устраивать. Она не устраивает людей, которые под этой войной живут уже полтора года. И уже вот тут у них. И которые, в конце концов, скажут еще, можно сказать, и 3-й Минск, и 10-й Минск, и 33-й Минск. И скажут, да кого угодно, хоть черта, хоть фашиста, хоть Гитлера, чтобы только закончилась эта война. Все. Вот. Понимаете, им это с холодным сердцем объяснено, что это война. А она все делает для того, чтобы она была долгой. Войны не кончаются перемириями, не заканчиваются победой и капитуляцией одной из сторон. С фашистами договариваться нельзя. Тем более с людьми, мы с теми, которые уже не на наших глазах. Янукович с ними подписал договор, и эти все, подписали, все, на следующий день. Куда это было послано? Как можно договариваться, мы тут договаривались, эти кричат, подписывайте, что угодно вешать будем потом. Соглашайтесь. На депутатском уровне не кричат. Речь не идет о договоренности с фашистами. Речь идет о том, будет ли Европа фашистской, или она будет за нас. Она не будет за нас. И не надо пытаться этого делать. Она будет такой, какой ее рисуют. А ее рисуют люди, профессионалы, журналисты и все. А то, что перед вами сидел человек из Америки. Ну и что? А я человек из Европы. Поэтому я не знаю, как в Америке, может, они продвинулись, и они будут за нас. Ну дай бог. В Европе не будут. Они будут так, как им скажут. Вот я вам скажу, мои соседи по ящей площадке... Это так, как если мы будем работать над этим, они будут за нас. Если мы не будем, если мы... Да, как бы мы не работали над этим. Они убеждены были еще полтора года назад, что Россия захватила всю Украину, и вот-вот по танке двинутся на Париж. Сейчас все меняется. Ну дай бог. Вы оптимист. Вы... Я человек... Я над этим работаю. Я человек, живущий 25 лет в Европе... Чтобы я этого не делал, понимаете. А я над этим работаю. Ну, удачи вам. Чтобы вот эти люди, они не пошли сюда. То есть, можно их всех убить, а можно сделать так, чтобы они не пришли сюда нас убивать. Вы понимаете, да? Важных подходах... Нет, их всех убивать надо. Я говорю с фашистами. Если бы мы не догнали Гитлеров... С фашистами. То, они же все будут фашистами. До Рейхстага. Тогда фашистов. Если бы мы с ними остановились, договорились как бы. У нас бы не было столько лет мира, да? Мы их догнали. А вот бандеровцев мы не добили. Мы оставили, они отсидели. Потом мы боялись им напомнить, что они бандеровцы. А они помнили прекрасно. Вот не добили результат. И в очередной раз переменили. Ну, и пожнем то, что сеем. Ну, дай бог, чтобы я ошибался. Я буду первый, кто будет счастлив. Но, в общем, я эту войну, ту войну, я понимал, на которую я пришел, да? Я понимал, я ее и знал, зачем я здесь. Она сейчас гораздо многограннее. Сейчас все очень сложно. Гораздо сложнее, чем просто два-три предложения о ней. Ее невозможно сейчас описать вот так. Да вы знаете, ведь все просто. Слово предательства можно говорить, сказать, о, это вы понимаете, кажется, на самом деле там многогранные и все. А выгодимым это не так одним словом назовешь. Цепь предательств, на мой взгляд, да? Я, ну, я поэт-лирик, я могу позволить себе быть субъективным и могу позволить себе, могу ошибаться все. Но я видел эту серию предательств, которая началась при мне. И называли, давайте называть по-разному. Я помню уже на моей памяти, я старше вас, многое то, что называли сначала, вот, и говорили такими мотивами, то это так не объяснишь просто. А потом все признавали, что это были соглашения предательские. Дай бог, чтобы этого не было с нашей историей. Дай бог. Нет, я верю в победу, мало того. Но вот эта победа, другая, и другая страна, и другая республика, да? Другая. Я говорю про эту девушку, красавицу, Новороссию. Все, о которой уже мы забыли. Понимаете? Ну, мы можем говорить, что Новороссия есть и все. Но та, за которую пришли и погибли ребята, которых я знал, да? Новороссия, которая конфликтует со всем остальным, здесь не нужна. Новороссия должна быть интеграционной. Она должна быть... А почему? Ты кто конфликтовал бы? Ну... Да оно это... Да оно должно быть вопреки всему, на мой взгляд. Ну, это такое, ладно. Вот. Правильно. Голосовалку. Ребята, согласен? Голосовалку? Я не буду делать голосовалку. Я просто... У нас в чате просто большинство разделяет вашу точку зрения. Но... Правильно. Лерс упертый. Хочет навязать всегда свое. Ребята, Ротфронт. Я не навязал. Я просто выскался. И причем я делаю это гораздо меньше, чем мой гость сегодняшний. Так что, ребят, извините. Правильно. Так все ополченцы думают. Я вот разговаривал сейчас с ополченцами. Стрелковцы, да, которые... Вот. Они, да, они видят, что их предают, все. Но они будут стоять до конца. Они верят, что... Правильно делают? Правильно. Но их вера на чем? Что придут и скажут идти вперед. Но сейчас... Да, придут и скажут идти. Но какой ценой? То, что можно было год назад сделать. Сейчас это уже такой кровью, да, знаете. Понимаете? Это все... А можно ли было? Можно было. Можно было. А почему не сделали? Вот вы тогда могли это сделать. Почему не сделали? Почему? Ну, я не сделал, потому что я по глупости попал в плен. А другие не сделали в Мариуполе, потому что им запретили. А почему? А потому что Ахметову потом сложно было бы из порта, выход на порт нужен был. Вот. И люди, которые приехали из Испании, из Германии, да, погибают. А у меня стоит друг. А почему из Славянска? Вот смотрите, стоит мой друг, который год тут воюет, из Германии. С ней гражданин Германии. 19 лет, он приехал, молодой парень. Почему когда был стрелков? Подождите, подождите. Только рушались. Вот правильно вы говорите, товарищ Лерс упертый, да. Смотрите. Стоп. Лерс, не перебивайте гостя. Я... Вот. Так вот, я вам говорю, стоит человек из Германии, да, он у меня. Он год воюет. Его отправили, он раз, ноги лечил в Германии. Он снова убежал оттуда, приехал сюда. У него две медали, сейчас, подождите, он стоит на посту, неделю, вторую, а на третьей, да, вдруг он выясняет, что тот пост, то, что он охраняет склад, к ДНР отношения не имеет, это какой-то бизнес, и какого-то бизнесмена, а его командир за это получает деньги, он его охраняет. И он приехал из Германии воевать за Новороссию, и погибнет за интересы какого-то бизнесмена, по которому, что не знаю, в результате или Коломойского, или Ахметова, да еще и получится. За это ли он приехал? Нет. Но. А его подставляют? И подставляют всех. Я завидую тем, кто верит. Скажет. Кому? Министерство государственной безопасности. Вот вы мне говорите, я знаю, что такое сказать вслух, я знаю, почему меня отговаривали сюда ехать, да, и я знаю, почему. Мы же прекрасно знаем. Вы знаете, сейчас, вы знаете, вот был такой, вы, наверное, слышали, был такой ополченец, он даже был командиром, мозговой Алексей. Он много говорил вслух, где мозговой, еще я назову, это известные имена, а есть менее известные ополченцы, тоже говорили вслух, поэтому о них никто не знает, где они и что с ними. Понимаете? Поэтому, а этот, который стоял вот и обнаружил вдруг, что он охраняет, да, склад бизнесмена, он сейчас в Москве, там, да, и просит, ну, как бы там, потому что ему тоже возвращаются, их сажают тоже. Все повторяется, как в Испании, ребята бились тоже, приехали идеалисты, все, которых потом предали, подставили, да, не проиграли, но они верили, и они не жалели, и правильно бились с фашистами. И я не жалею ни на секунды. Меня в Москве там говорят, ну, что вы поняли, что вы влипли куда? Да нет, я правильно, единственное, что я правильно сделал, что я правильно, да? Я тут вот с этим абсолютно ясно, все правильно сделал. Но только одно я знаю, что я врать во имя, как бы, победы, революции тоже не хочу. Мы, если мы будем врать так же, как они, мы не проиграем, мы ничем от них не отличаемся. Совершенно точно. Значит, я не хочу врать, и я вам говорю, надо смотреть в лицо. Вот я вам, да, говорю, что то, что сейчас происходит, не понимаю, многое, не одобряю. Людей, которые стоят у власти, я многих знаю, да, и знают цену. И ополченцы, которые стоят там, они знают цену тем людям, которые были, которые есть. Вот этот командир, он никакого отношения не имеет ни к Новороссии, ни к ДНР, ни к чему вообще. Есть, надо понимать всегда, что есть внутри, внутри любого прекрасного предмета, который еще не выкрестился в нечто абсолютно прекрасное, в любом случае есть вот такие вот командиры. И это надо учитывать просто, и с этим надо бороться, но не проецировать одного и трех командира на все движение. Ну, нет, мы говорим... Конечно, не всегда будут такие... Мы говорим, как Лерс, мы говорим на разных языках. К сожалению. Я понимаю ваш язык. К сожалению. Ну, вот. Но... На одном языке мы говорим. Я понимаю, о чем вы говорите. Вы не понимаете, о чем я говорю. Нет, я понимаю. Я понимаю. Но я... Как? Я просто... Ну, что там говорить? Я не хочу. Мы сейчас начнем называть имена, я не хочу. Мы уж все прекрасно понимаем, что происходит. Ну, вот я просто сказал, что эту войну, она сейчас другие формы приняла. А в этих формах, да, вот в этих формах, которые... Это другая война, которую они понимают. И другие люди тогда должны... Я вот, да, как бы я был, пока были добровольцы, пока были идеалисты, пока были ополченцы. А сейчас приходят профессионалы. Ну, пусть профессионалы, я не профессионал. Тогда я говорю, хорошо, пусть профессионалы. Просто не надо их смешивать с грязью, этих людей. Подрывайте просто. Как сказать, общая обработоспособность только и всего. Нет. Вы знаете, если бы они не смешивали, если бы они не делали то, что они делают, а этим они смешивают себя с грязью, я бы этого не говорил. Они смешивают себя с грязью своим поведением, своим жизнью. Надо различать тех людей, которые... А я различаю, я вам говорю, что я был в ополчении на передовой вчера. Я с ними разговаривался, вот, да, но это вот стрелковцы. Это не обязательно, что они были в Славянске или со Стрелковым. По духу стрелковцы, да, по духу. Они верят и все, они, да, и они думают так же, как я. Я не знаю, слово в слово. И я вам сейчас говорю то, что они мне говорят. Я же подтвердить, я же не в это, да, я приехал сюда проверить свои мысли и подтвердить. Я с ними говорю, я говорю с очень со многими людьми. И я убеждаюсь, они все думают так, как я. Они стоят и верят, потому что им куда деться? Им просто, если потерять, эту веру оставить, тогда получится, что зря вот это все. Они не хотят в это поверить, что люди и их друзья погибли зря. Что они эти полтора года зря. Они верят. И я хочу, чтобы они не потеряли эту веру. Но очень... Их вера сейчас ни на чем. А если держится она на том огне, которым их заразила та вера в Новороссию, и та, условно скажем, не с человеком связанная эпоха Стрелковская, понимаете, я не знаю цену всем и нынешним, и тем все. И мы с ними об этом много говорили. Потому что я вам говорю сейчас, верьте мне, я выражаю их мысли. Я знаю, я очень давно, я очень серьезно поддержал Стрелкова, пока он был славянский. Я все это сам прошел, я занимаюсь этим. С 14 марта 2014 года наш канал существует. Занимается вся страна этим, так или иначе. Понимаете, у меня есть люди, которые занимаются, знаете, они живут в Новой Зеландии и в Бостоне, занимаются этим, и мне пишут, я в славянске, они в Бостоне этим занимаются, и пишут мне, что происходит в славянске, кто кого-то убивает. Я понимаю, что вы не в Новой Зеландии, не в Бостоне, вы чуть ближе, но, за не слово хорошее, мы занимаемся, я тоже занимался этим. Заняюсь этим вопросом, изучением всего информационного пространства, а не только Стрелкова, и, соответственно, стараюсь видеть со всех сторон. Да, скорее всего, горячее сердце, оно очень нужно, когда у вас 100 человек, чтобы побеждать тысячи, но когда у вас десятки тысяч человек, там нужно именно управление, очень строго, чтобы было. Ну, понятно, вот, спасибо за честь, вы мне сказали, что, ну, как бы, в горячие сердца, значит, да, горячим сердцам все не место, здесь холодным сердцам, с холодным умом, пусть эти спецы с холодными умами делают это дело, но эта страна, вот, холодными, этими умами сделанная, мне, это республика, она мне малоинтересна, потому что она будет больше коррумпирована, чем Россия нынешняя, чем Украина нынешняя. Она будет вот та страна, которая этими людьми, потому что эти с холодными умами, они знают, они, как, у них, они знают, где их интереснее, а люди, которые, да, приехали и погибали, пришел ко мне, я уже об этом говорил много раз, пришел ко мне... Те люди, которые здесь, они тоже приезжают и погибают, и ничего, ничего вообще, тут вот разницы нет никакой. Есть еще какая, нет, да нет. Вот те люди, которые с холодным разумом, они так же, они тоже знают, что они могут погибнуть, но они при этом очень... Вот они знают это, и поэтому делают все, чтобы война была вялотекущей, чтобы, понимаете, вот, можно зарабатывать и на такую вялотекущую войну, и на войне, лишь бы она тянулась. Вот это уже обвинения пошли за зарабатывание, я все верю, они тоже, они не зарабатывают деньги, вы просто их меньше... Значит, мы знаем разных людей, знаем, значит, я вам завидую. Их меньше слышно. Они просто делают свое дело, и все. Они знают, за что они воюют, не знают, против кого они воюют. А мы не знали, за что и против кого. Нет. Ну, хорошо, нет, всем не интересно, в любом случае, мне интересно то, что вы говорите, но я рад, что есть такое мнение, мало того, я буду счастлив, и первое лишь, если вы так окажетесь в нашем споре, если вы окажетесь правы. Но, помните, как сказал Иван Андреевич Крылов, да? Без него никак. Ты сер, а я приятель сед. Вот, поэтому я лирик лириком, но я, к сожалению, печальный, но опыт не лирик, опыт есть, понимаете? А потом, поэт, я вам скажу, поэт, он иногда чувствует больше, чем аналитик. И точнее. Ну, поздравляю. Поэтому... Но вы человек, вы видите, вы из поэтов с холодным сердцем, там, с таким, или как, с рассудком, с таким поэтом. Вот. Ну, и могут быть и такие. Как говорю, да, больше поэтов хороших и разных. И с холодными сердцами пусть будут поэты. Извините, я не хотел вас обидеть. Да я не, я вообще, я не обижаюсь. Смотрите, я понимаю, что был такой этап, он был обязательно... Лерс, пятая колонна. Ребята, Ротфронт. Просто, если бы... Если не так, то опять будет отступление, опять будет... Опять будет сдача городов и все такое. Опять? Да, конечно, что сделать для этого? Будет? Ты что, дай бог, чтобы ее не было? Не будет. А, да она происходит. Пока вы не говорите, не будет, мы каждый день сдаем какое-то что. Когда, ребята, мне только вчера рассказывали ополченцы, как их они взяли, зашли в пункт населенный, и у меня сейчас там все написано, какие что, да? И как их заставили. И сказали командиру, забудь, что ты там был. Он, как? Забудь вообще, что ты там был. Заставили. А вы мне расскажите, что будут оставлять. Оставляют уже. Вот вы готовы всех союзников, вот в чем ошибка стрелковцев? Вы готовы у всех своих союзников, да, принципиальных союзников, которые немножко в другую мысль, у которых не кристаллизовано вот так вот направление одно. Любое другое, вот чуть-чуть направление, вы готовы их смешивать с грязью? Вы готовы их топтать? Можно я скажу? Можно я скажу? Знаете, я вам скажу? Это большая проблема. Это называется, мы готовы союзников, после года, больше, чем год, после серии предательств, когда я говорю, констатирую то, что было, это называется, я смешал с грязью, по их вине ум. Да вы меня готовы смешать с грязью, потому что сказали, что я пятая колонна. Нет, это не я сказал, я сказал, ребята, Родфронт, это не я сказал, заметьте, сказал не я, товарищи. И вот это всегда, почему это у стрелковцев конкретно, они готовы любых своих союзников, союзников, которые для них сделали еще больше, чем... Что сделали ваши союзники? А что сделали? Заставили Стрелкова уйти, Стрелкова, в которую верили, на имя Стрелкова всели все добровольцы, поставив другого Стрелкова, подменив Стрелкова другим Стрелковым, да, что якобы, да, вы, да, отряд не заметит потери бойца. Тут вы знаете, да, эту историю, тут был даже другой Стрелков, нет? Ну, вы же занимаетесь, как вы сказали, этой историей. Не знали? Другой Стрелков пришел, когда того убрали. Не знали? Что же будет другой Стрелков? На штаба новый пришел тогда, он был Стрелков. Вы понимаете, от того убрали, чтобы формально люди на Стрелкова ушли, а тут есть Стрелков. Вот вам, видите, вы говорите, занимаетесь с 14, там, это вот, с марта прошлого года. Я вам много могу рассказать, я этим не занимаюсь. Это не значительное, видимо. Нет, хорошо. Нет, это на штаба, вот, в этой республике, это и было, до Министерства обороны. Ну, я, ладно, не бог с ним. Чем убрали людей, которые могли, а потом, да, А потом, когда Дебальцева брали, да, и писал, офицер здесь, вот, в сети писал, да, один из офицеров, писал нашему начальнику нынешнему, он писал, забудь про свой гонор на секунду, засунь его в одно место, позвони Игорю Ивановичу и спроси, что нужно сделать, чтобы меньше людей, как можно меньше людей положить в Дебальцева. Не страшно, что ты не кадровый офицер, страшно, что ты не можешь вот про свой гонор забыть и спросить у человека, который знает, что нужно сделать. Вот, это мы говорим, да, нельзя, ну, дай, я еще раз говорю, да дай бог, чтобы я все, был неправо, ошибался, только первый, кто я, приду и скажу, что я рад. Самое-самое хорошее, что вот вы почаще это проговаривали, а вообще, что вы можете ошибаться? Я могу, я вам сразу изначально сказал, что я субъективен, и мне мой субъективизм дорог, я за него заплатил дорого, понимаете, я вообще, я субъективен, потому что нельзя быть объективным. Патриотизм, это вещь субъективная, любовь к родине, к любимой, вещь субъективная, нельзя объективно любить человека, я люблю ее за то, что у нее там все есть, да, нет, я люблю и все, а она может быть, понимаете, вот так и родина, вот так и патриотизм. Я поэт-лирик повторяю миллионный раз, я субъективен, иначе я не был бы поэтом. Я готов был мочить своих просто, всех тех, которые не идут. Кого я замочил? Пока мочит наших, вы, я готов, а мочит наших. Погибают-то наши ребята, и сейчас погибают стрелковцы на самых тяжелых. Сейчас погибают все. Не, не, стоп, 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 не все, далеко, не все, я только что с передовой, я понимаю, что вы этим занимаетесь, я только что с передовой, я разговаривал с ребятами, со своими, с теми, с которых. Вам на любом участке фронта скажут, что мочит именно их? Нет, они не говорят, что мочит именно их, они просто, мы разговариваем обо многом, что, но там, на тех участках, в основном-то, стоят, и сейчас, я ведь уверен, те, кто, я говорю, стрелковцы, это не те, кто именно стрелковым был славянский, понимаете, кто, вот, ну, люди, которые пришли тогда, которые того духа, или пришли еще на те, и вот, на те идеалы. Вы видите, что я такого же духа, понимаете, в чем дело? Это какая-то просто пелена. Нет, я видел, я сомневался, а мне говорят, не верь, он пятая колонна. Я прочел эту информацию, я понимаю, я шучу, я понимаю, что вы не пятая колонна, да, это, я понимаю, что там такой же полемический перебор, как и у меня, все, да, я, да, я, но, к сожалению, сейчас, вот, если говорить о пятой колонне, она очень сильно сейчас здесь, я ее чувствую в городе, вот, то, что, ну, вот, да, то, что я сказал, ты сер, а я приятель сед, вот, говорят, Лерс, ты молод, он мудрый. Да нет, мудрый это для меня, это спасибо за комплимент, но это не мое, не мое, но, к сожалению, к сожалению, к сожалению, ребята, те, вот, которые... У меня, вот, сегодня мы общались с американцем, и он сказал одну, одну вещь, что... Как вас вдохновил американец, смотрите... А он наш, он коммунист-американец. Ух ты, наш коммунист. Да, наш, он, он, один из немногих, кто, в принципе, дает информацию, относительно недавно, но, тем не менее, он тоже из ополчения, дает информацию туда, на английском языке, он вообще не знает русского, он с переводчиком приходил, он говорит, судьи, говорит, по поступкам, вот, просто по поступкам, не по тому, кто что говорит, а кто что делает. Вот, я заметил, что Дебальцево, так или иначе, было взято не при Стрелкове. Да, не здесь не при Стрелкове. При Стрелкове не было взято ни одного города, по сути. Да, ну вот, а теперь я вам скажу, да, вот так и говорят, вот Стрелков сдал, видите, а Захарченко взял. Стрелков сдал, а Захарченко взял, да, но... Судьи по делам, все. Да, по делам, а теперь, но, нет, стойте, 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 вот так подмена и происходит. Вот так и суть времени, вот так и Кургинян, да, наверное, Стрелковая. Вот, смотрите, сдал. А Стрелков, я, вот, да, с людьми. Я не виноват. Подождите. Я не виноват. А теперь посмотрите. Сейчас, секунду. Вы, это не я начал вот это сейчас сразу. Смотрите. Стрелков взял, сдал, Захарченко взял. Славянск, да? Окружен. Во много раз привыклядящей силой. На блокпостах люди. Вот вчера я стоял с человеком из Славянска. Мы с ним вспоминали, да, Славянск. Он стоял сбитой на блокпосту. Сбитой со своей. Другой с охотничьим ружьем. У кого-то пистолеты, которые в милиции забрали. Были ржавые автоматы, которые я Кругиняну показывал в Ютьюбе, если видели, да? Нет? Посмотрите, заглядите. Подождите. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Это не смешная трагическая история для нас. Это смешная новая. Для тех людей, кто с этими автоматами стоял, кто получил их, да, как новые, да, оттуда. Для тех людей, которые ездили за танками, да, которых, когда в оплоту, в Донец, который никто не бомбил, передавали прекрасные танки, все, а им дали три таких, что они в результате не могли взять, ну, им дали такое заранее. В результате в Славянске не было оружия никакого, их, которые все ждали, пока Славянск окружат и похоронят всех этих героев там, да, вместе с городом, сотрут с лица земли, всех бы это устраивало. А тут небо, и Стрелков говорил, оружие. Я не согласен, что всех бы это устраивало. А всех это устраивало. Кто это взял? Я взял из фактов. Это было первое предательство. В той серии цепи предательств, в которых я говорю, это было первое предательство. Стрелков взывал. Каждый день говорил, что у нас нет оружия, дайте. Оружие не доходило. Оно застревало в Донецке, который не был осажден, как Славянск. Оно нужно было в Славянске. Оно оставалось в оплоте. Да? Оплот был набит оружием. Дайте проявить все его. Потом Кургинян кричал, что там 12 КамАЗов с 12 тысяч автоматами. А Стрелков там бросил. Это он говорил, Кургинян. Мы с ним, есть тоже в Ютьюбе это. И мы очень сильно, первые вообще после этого вброса, кто выразил свой эффект Кургинян. Так вот, я вам скажу. Но это анекдот. В осажденный Славянск, где всего полторы тысячи бойцов было в Славянске. Кому нужны 12 КамАЗов, когда лекарства провезти туда сложно было, пробить в осажденном. Кто бы пропозил 12 КамАЗов, кому они не нужны. Лучше патронов к тем нескольким автоматам, которые есть при визите. Так вот. Я могу понять, почему. Такой лжи. Так вот. Я могу понять, почему. Готовы люди или не готовы? Люди пришли туда. Там падают. Дать кому-то оружие, как бы, и говорить, что именно людям обязательно отдавать оружие, это вообще странно. Стойте, стойте. Вот это сейчас, это вы после этого говорите. Вот вы сейчас говорите то, надеясь, что вы не отдаёте отчёт. Люди, вас приехали в осажденный Славянск. Приехали. Я помню людей, которых провожали, эти автобусы, этих добровольцев, которые уезжали в Славянск, люди, на улицах, женщины, со слезами, они видели, они знали. Я видел, как на меня смотрели, вы понимаете, их как-то смертников досмотрели, они уезжали в этот Славянск. А вы говорите, надо ещё, можно ли им давать оружие? Они приехали быть с теми, кого убивают. Да не знаю, что у него было. Может, вчера он был жлоб, там, может, он вчера... Сегодня он пришёл разделить судьбу, он помогает хоронить их детей убитых. Знаете эту историю? И я вам скажу, и я вам скажу, что там, в Славянске, была железная дисциплина. За время, что я там был, запах алкоголя я не услышал ни от местного населения, ни от этого якобы сброда. Это было... А я пришёл в Донецк. Я пришёл в Донецк, где были Захарченко, Ходоковский и прочие отряды. И тут увидел после Славянска бардак. Это тоже всё понятно. Да. Теперь, ладно, мы, наверное, будем заканчивать чувством. Да, да, да. Мы просто полтора часа сидим над этим разговором. Разговор интересный. Да нет, вот потому, что этот побеждает, это всё. Тому не дают, а этот набит. И действительно показывают. Мало того. Может быть, он чем-то заслужил такое доверие? Да, естественно. Я знаю, чем. И вы знаете, чем. Тем, что с ним они могут, олигархи договариваться. Со Стрелковым нет. Так у олигархов, что ли, оружие? Кто даёт оружие? Конечно. А кто? А откуда у олигархов оружие? А? А у них деньги есть. Олигархи дают деньги. На деньги достаётся всё. У тех же Украины где угодно. Деньги у олигархов. Так а кто должен быть тогда Стрелковым? Олигархи должны были Стрелковым дать оружие? Извините. Они давали оружие. Если бы деньги дали Стрелкову, собирала вся Россия. Помощь. И материальную, и гуманитарную. Не доходило до Славянска, а съедало в Донецке. А осаждён был Славянск. А съедало в Донецке, который бы никто не... А в Донецке были не ополчения, а были чопы, которые храняли недвижимость. Ахметова, и молодого Януковича, ну это до младшего там, и друг Таруты. Это чопы, которые в таком же камуфляже очень похожи тоже были на ополченцев. Эти были, конечно. Были. Так вот, у них оружие оседало. Они в Славянск не пропускали его. А в Славянск доходили ржавые автоматы, которые я показывал в Ютьюбе. После этого вы говорите, почему? Тот побеждает, а этот... А тот, у него вся артиллерия где? Во плоти была. То есть деньги должны были... Так, ещё раз. Значит, олигархи должны были деньги давать Стрелковым. Стоп. Не олигархи. Помогала вся Россия. Но эта помощь шла. Почему? Она помогала. Думала, что Новороссия. Но там была так помощь... Подождите, как она помогала? Я вам сейчас говорю, собирали для помощи Стрелкову вся Россия. Но эту помощь организовывала... Куда собирали? Вы меня спрашиваете, но вы не даёте ответить. Но вы не даёте ответить. Ну, говорите. Вы понимаете, у вас такой... Как будто вы прошли школу в Киеве такого... Понимаете, они могут так сбивать и не давать говорить. Вы просто сбиваетесь. Так нет, вы сбиваетесь. Если я сбиваюсь, вы сбиваете. Так вот, я вам говорю, собирала вся Россия, думая, что уху идёт Стрелкову. Но суть времени, и такие, как суть времени, да, организации, они сделали так, чтобы всё это проходило через них. Как? Это, я не знаю, я технику эту не знаю, проходило через суть времени, да. И вся помощь, например, как пример, помощь, которую собирала вся Россия, которую приходилось... Приходило через суть времени. Через суть времени, и через такие структуры, которые... Стрелков человек военный, он этим не занимался. Я до него тоже доходил, доходил, да. Теперь, но, вот как пример вам. Доходила, эта помощь приходила сюда. Здесь её пере... Даже это были конкретные случаи. Перефазовывали всю в пакеты оплота и раздавали людям, что вот эти люди молились на оплот, спать пенсионеры. Спасибо, оплот дал эту помощь. Понимаете, да? Было и такое. Суть времени... Суть времени... Суть времени это такая мелочь, но... Нет, суть времени не мелочь. Это вам кажется мелочь. Там огромные деньги крутились. Они даже... У них нет аудитории даже. Откуда им... Причём, какая аудитория? У них организация, про которую... Маленькая организация. Это вам кажется маленькая, тем не менее. Это маленькая организация. Почему Кургинян оказался здесь на другой день после выхода из Славянска? Почему? Вы не подумали? Кто угодно мог оказаться. Нет. А кто угодно мог оказался Кургинян? Почему? И отсюда якобы пресс-конференцию вёл. Потому что ему нужно было оправдать. С него спросили. Стрелков вышел и сказал. Я вышел, у меня не было оружия. И все повернулись в Кургинян. Те, кто ему деньги давал. Они отчитывались, что деньги переданы, оружие передано в Славянск. А он вышел без оружия. И он прибежал тут же. Говорит, что Стрелков бросил всё там оружие. Потому что пропали огромные деньги. Все же надеялись, что он погибнет. Там стрелковцы со своими стрелковцами. И скажут, там погибли всё. Ноны, артиллерия и всё пушки. Все надеялись. Вот это кто все надеялся? Те, кто на этом заработал очень сильно. Суть времени? Суть времени. А суть времени проводник. Конкретные люди на эти. Суть времени бы также использовали. Её руководители. Кургинян. Это профессиональный провокатор. Но раз он там стоит на этом месте, и раз он приезжает, значит это кому-то нужно. А покрывали его те, кто сейчас... На мой взгляд, фондов всяких разных, которые собирали гуманитарку и деньги для Новороссии, было сотни. Да. Но только вы одного не знаете. Что эти сотни не могли сотни ручейков снять. Всё было так организовано, что все эти сотни, они сливались. И почему-то проходила большая часть, могла перейти только, если это через суть времени не проходили. Эти ручейки сливались в одно, понимаете, и дальше. И тут они не знали, что это не доходит до Стрелкова. Что всё оседает во плоте и в востоке. А Стрелковцы там с битыми и с охотничьими ружьями. А потом он говорит, как же они бросили и ушли. Да, такой вопрос. Раз уж мы на чистоту. Если всё-таки, ну, к примеру, как сейчас вот есть версия, да, ну, она так скажем официально, и придерживается официальной канала Стрелкова. Ну, официальная версия, что Стрелкова послал Малафеев для своих бизнес-интересов. Да, условно говоря. Подождите, вы говорите сейчас, есть версия. Вот это, это версия чьего? Я, вы... К примеру, это версия, она считается официальной на центральных телеканалах. Так вот, я вам скажу. На центральных телеканалах России, на тех, которых запрещено уже год Стрелкова приглашать, показывать и говорить о нём, если можно только ругать, но права у него на ответ нету, он если есть, только в интернете. На каналах его нет. Мне на центральных каналах говорят, имя Стрелкова не упоминать. От трёх я отказался из-за этого, что мне то нельзя, то нельзя, да? Так вот. И они версии какие угодно могут выстраивать, потому что у них версия, да, когда человека одного забить, а выставлять другую картинку. Героям одного, а того забыть, и мало того. Я вам сказал, по 20 там заказных статей, какой он негодяй Стрелков, таких версий миллион. И то, что он человек Малафеева. А я был с этим человеком, воевал. Я был и такие, я вчера был с теми, кто был под его началом, которые сказали за Игорева, мы ещё здесь, потому... Это не так. Мы ещё здесь, потому... Его не послал Малафеев. Я не знаю, я не присутствовал. Но я у меня такой, я такой раз не знаю, впервые от вас слышу. Ну, раз официальные телеканалы, значит, нужно принять как-то... Нет, я вот спрашиваю просто, есть такие... Официальные телеканалы, во-первых, не объективны, во-вторых, заинтересованы, потому что они, у них сейчас задача очернить имя Стрелкова. И ему отказано в праве выступать на... Ему не дают. Назовите мне, где он на центральном... За последний год выступил на одном из центральных каналов. Скажите мне канал. Только в интернете. Нет, да вы не скажете. Ну, так оно и понятно. Нет. Что он, по чем оно понятно? Почему? Так вот. Если это правда, что Стрелкова послал Малафеев для, ну, условно говоря, завоевания неких... Ну, бизнес... Ради своих бизнес-интересов в регионе. Это ваша версия. Это ваша версия, которую человек этим занимается. А я не занимаюсь этим. Я человек, который под командованием Стрелкова воевал. И я с другими людьми, которые, когда меня... У вас версия, а у меня, когда спрашивают, вот я вам сказал все, что я думаю по ситуации сейчас, но, когда меня спрашивают, а вы бы... Вы бы в каком случае вы бы могли... Вот вы поедете туда воевать, вот вы долечитесь там, да? Формально у меня формальный повод, я там еще лечусь, я еще только второй костыль оставил. И я сказал недавно, если Игорь Иванович Стрелков окажется там, я на костылях, на двух костылях уйду туда. Понимаете? А вы можете строить версии, потому что вы этим занимаетесь. А я не занимаюсь, я просто верю. Я именно просто строю версии и смотрю... Вы строите версии, а я с этим человеком, рядом воевал. Вот и все, разница. А другие строят версии. Таких строителей версий, не такие, я сейчас не хочу оценивать, знаете, да? Как их говорят, диванные, они все строят версии, миллионы. А есть люди, кто просто знает, что вот с этим человеком он готов пойти умереть. И вот люди, с которыми я эти дни разговариваю, встречаюсь, они говорят, мы здесь только потому, что мы верили в Игоря Ивановича. Мы знаем цену новым, мы знаем ему, и мы... Все то, что он нас заложил, мало того, даже те, кто сейчас на него говорят, они мне, у меня есть их, вот, я опубликовал это, говорили, как они обязаны Игорю Ивановичу. Я вам сейчас скажу, смотрите, нынешнее руководство, имена называть не будем, чтобы вас уже совсем не компрометировать, не подставлять, да? Вам действительно здесь жить. Да я... Но нынешнее руководство, да? Мне говорило, что... Ладно, бог с ним, что оно говорило. Оно сейчас, как бы, всячески, если не вслух, то мы знаем, в неофициальных каких-то видеороликах, да там еще, мы слышим, да, как они там говорят, и что они говорят, и думают о Зугове, как он сдал славянца, как он, да, сбросил, струсил, убежал. Ну, он у меня... Нет, я сейчас, подождите, это говорит нынешнее руководство. Я это слышал, и вы это слышали, мы знаем, о чем мы говорим. Так вот, но скажите, пожалуйста, он сдал славянца, струсил, убежал 5 июля. За что же в начале ноября ему первого героя дали, звезду героя ДНР? А? Они же знали, и давали кто? Подписали. Захарченко, министр обороны Стрелков, ой, это Кононов. Те люди, которые, да, мы слышим, что говорят, и вот это... За что же, ребята? Вы с ними не пробовали говорить, с Кононовым? Вот просто разговаривали. А я с ним разговаривал раньше. Если, когда он пришел в министр обороны, да, если вы откроете, называется, кто такой он, этот царь. Первый, кто представил его миру, это я в своей статье, кто такой этот царь. Это Конор. И он мне говорил, как он обязан Стрелкову. И я его спросил, а это было уже после, далеко, после выхода из Славянска, да, и сейчас. И он мне говорил, я ему говорю, ну скажите, вот нет Игоря Ивановича, вы сейчас его на его место. Что? Будет все меняться, сейчас будет царское, эпоха Стрелка ушла, будет эпоха царя? Он говорит, нет, дух Стрелковский останется. Это он говорил, я вам сейчас скажу, когда. Ну, в августе прошлого года, ровно год назад. А потом мы помним, что он говорил с Червонцем, мы помним все эти записи, помните, да, что он там, где там мат на мате, и что он говорил, как он сказал Славянска. Что же он, где, когда он врал, мне, что дух Игоря Ивановича, и он мне говорил там, в этом интервью, оно висит везде, как он обязан за Игорем Ивановичем, чем он обязан. В общем, оно все осталось. Все осталось? Все осталось. Все осталось, все есть. Все осталось, ребята, как все ходы записаны, все осталось, да, скольким кто обязан, что вы, а потом, а потом, я вам говорю, за что? Человеку сдавшему, струсившему, убежавшему из Славянска, который собирался сдать Донецк, они же знали об этом, как они говорят, мы знали. За что вы ему первого героя, первого героя ДНР, дали уже в ноябре, через 3-4 месяца, когда вы знали, за трусливую сдачу Славянска? Алло? Ну, иногда информация становится известной. Они говорят всем, что они знали уже тогда, и царь сейчас говорит, что он выходил с ним и знал тогда, он был этим возмущен, что он ему никогда этого не просит. А мне он говорил другое, что как он Игорю Ивановичу обязан. А он действительно ему обязан. Ладно, давайте так. Смотрите, видите, в чем дело? Вот то, что вы сейчас делаете, условно говоря, и вообще, вот любое, просто чтобы вы знали, любое, вот такая вот деятельность, по дискредитации тех людей, которые сейчас занимаются тем, единственные сейчас, кто занимается тем, кто дает этот подпор, хунте, фашизму, на которых сейчас все держится, ну, это не нужно. В общем, я не знаю, почему вообще люди, которые, так скажем, остались со Стрелковым, вернули на Стрелкову, почему они сейчас работают в этом направлении, я вот, ну, честно. Они ни в каком направлении не работают. Они ломают то, что здесь пытаются... Вот так же и Киев говорит, ребята, нельзя дискредитировать, да, в чем-то неправы, но нельзя дискредитировать, потому что сейчас там враг, понимаете, не это, мы же подрываем, вот так, они, Киев так, мы так, и мы ничем не отличаемся от них, мы так же врём, это вовсе не враньё. Нет, ну вот я говорю правду, вы говорите, нельзя этого говорить, правду, правду, это дискредитируют, я говорю правду, что раньше говорили одно, и в это, говорят одно, и потом и другое тут же, тогда разберёмся, ты кому, товарищ Кононов, ты совершенно прав всё, но кому ты подписал, ты героя ДНР, за что, если ты говоришь, что он 5 июля, он струсил и сбросил, ты был свидетелем, как он всех бросил и струсил, и ты знал ещё тогда, что он Донецк собирался сдать. Позиция такая, я смотрю по делам всё, то есть кто, кто что сделал, кто, ну Стрелков молодец, сумел собрать 2 тысячи, Захарченко молодец, сумел собрать 30 тысяч. Неправда. Стоп, стоп, сумел собрать? Да. Что? Да никто сумел, поставили и дали, что он сумел собрать, бросьте, на имя Стрелкова, ну-ка скажите вслух ещё раз, на имя, вот скажите, Захарченко и Стрелков, на имя Стрелкова придут миллионы, на имя Захарченко, все настоящие бойцы, они знают цену всем. Прекрасный человек Захарченко, прекрасный военачальник, только все знают всем цену. И что, кто собрал? Раз собрал он, значит, кому-то это нужно, чтобы он был, ну, столько собрал. Раз у него все танки, артиллерия была, значит, кому-то это нужно, чтобы они были в неосаждаемом Донецке, а не в осаждаемом Славянске. Что-то мы не знаем о Захарченко. Почему Захарченко всё есть во Стрелковом? Нет, я знаю, почему. Потому что со Стрелковым договориться нельзя, а с Захарченко можно, он нужнее, он нужнее на этом посту. Надо уметь договариваться. О чём? Договариваться можно, понимаете? Договариваться о том, просто, ну, человеком, который не договороспособный, давай. Смотря о чём договариваться. Нет, нет, нет. Мы с Стрелковым во многом можем договориться, но нельзя договориться о другом. Чтобы вот и война немножко была, и чтобы были и отжимы, и чтобы жили люди, и чтобы потоки денежные шли. Вот это не надо. Что? Отжимы не делаются, ой-ой-ой. Отжимы не делаются, ой-ой-ой. Отжимы здесь это преступление. Ой, это, ну, официально написано, они делают, ну, хорошо, я не буду говорить сейчас, чтобы не буду, не буду, чтобы не буду комплюшировать, но мы действительно, вы занимаетесь, и много странно занимаетесь. Я вот этим не занимаюсь, но я знаю, у меня море конкретных фактов и документов. А у вас они не делаются. Как говорить, допустим, что все гаишники берут взятки, например. Да достаточно просто 10% гаишников взять взятки, чтобы... Я про гаишников ничего не знаю, не говорю, не надо, нет, нет. Вот я говорю, что пришел человек и сказал, почему не к двору, он пришел и сказал, я вам говорю, что мне с чем сравнивать. Я видел, как было славянски. Да? Частота, порядок, железная дисциплина, не алкоголь, ничего, военное положение, действительно. Город работал, как слаженный организм. Нам приходится выбирать. Вот ваша правда, да, и сдача городов, либо какая-то, условно говоря, другая правда, и расширение, да, и она рована. Мне почему-то больше нравится второе время. А подождите, сдача человека, я вам говорю, который стоит с битами и с огонченными ружьями, нет, важно, а тому, нет, тому, не до этого, а все оружие скапливается здесь. Это же подстава и выстроено. Важно, почему? Нет, важно, да, важно. Нет, тогда вы не хотите видеть реальность, вы тогда... Кстати, если бы у меня было ядерное оружие, было бы, может, все тут тоже по-другому. Почему-то мне его не дают. Нет, вы знаете, нет. А вот мне не дали, и поэтому сам... Нет, вы сейчас... Вы сейчас... Вы сейчас... Нет, вы сейчас играете в нечестную игру, совершенно делаете, или делаете вид, что не понимаете. Нет, нет, нет. Понимаете? Что может, тот того и достоин. Все, не смог, не смог. Захарчик, если так, выставляете меня где? Что может Стрелков и Захарченко? Это разве... Вот я вам сказал, когда ему говорил, офицер здесь, не страшно, что ты не кадровый командир, позвони тому, кто может и знает, и спроси у него, как положить меньше людей в Дебальцево. Вот вам, кто может, что может... Понимаете, один действительно командир, за которым могут эти люди, а другой, который платит зарплату, и к нему идут за зарплатой. А к тому шли без зарплаты, за то, чтобы, понимаете, просто верили в него. Сколько? Что сколько? К нему шло? Людей, количество человек. Вы знаете, к нему шло, и идут, и шли, и уходили. И сейчас еще, те, что шли сюда. Сколько из тех, что шли на Стрелкова, перехватывали в Донбасс, в Донецк, и отправляли в Восток и в Аплод. Донбассы шли, правильно делали, собственно. Это единственный был вариант. Но, увы, с таким подходом, квадратным, вездовым, страну не построите. Ну, строите, но эта страна, которую вы строите, мне чужая, мне здесь делать нечего. Я говорю, такая у меня есть Россия, такая есть Украина, вы построите еще одну с такой страной, коррумпированную, но она будет более коррумпированная, чем та страна, которую вы строите, вот так. Потому что она строится на лжи. Это неправда. Ну, как? Ну, Вы говорите, неправда, я говорю, правда. Вот, прекрасно разошлись. Да? Да. Потому что, сейчас вся информация, вот я знаю, там, я сижу в Москве, да, смотрю сейчас, да, я вылежаю, другие там, я смотрю информацию отсюда. Она просеивается. Вот так просеивается отсюда строго. Правды нет там. Правда о том, что происходит в республике, в новый и молодой. Нет. То, что есть, неправда. А правда, оно у меня есть. Но как только я вам скажу, вы говорите, нехорошо, это дискредитирует, дискредитирует дело общее. Да, ну, почему? Это, как бы, вот вообще этот разговор, он должен был когда-то состояться, конечно. Не знаю. Ну, я так скажу, ко мне приходит, вот это 130 какой-то эфир, вы здесь в этой студии уже. Еще раз. 130 какой-то уже эфир в этой студии, вы, собственно, первый. Причем здесь были и соратники стрелковые, тоже ребята, кто были в Славянске. И некоторые из этих людей, скажем, здесь занимают достаточно высокие должности. Ну, чем выше он здесь должен занимать, тем он меньше вам скажет. Потому что он повязан. Значит, он повязан. Он получает деньги эти. Он получает все, понимаете? Он... Денег здесь никто не получает. Бросьте, ну, бросьте. Может, вы не получаете? Получают эти люди? А есть люди, которые получают... А есть, которые большие деньги получают. А те, о которых я говорю, не получают. Хорошо. Не надо говорить о том, кого вы не знаете. Так я не говорю. Я в принципе... Вы говорите, люди здесь не получают. Но это неправда. Те люди? Ну, те люди, я не знаю. хорошо вы так это но вы говорите высокие посты но заплате буду это ну депутат я тоже вот только что с депутатом разговаривал с одним мой друг знаете вот он тоже нет я у не про деньги так вот то что я вам говорю он полностью разделяет это я не знаю я у него не стоит я учил кирси разговоре я вас уже вот мы с вами уже полтора часа сидим я же не спросил вы получаете не плевать когда я разговариваю какие деньги получают пойти даже я боюсь вдруг он потом спросит что ты получаешь сколько мне стыдно сказать я уже давно я живу на что загадка лет или последние последние лет 35 я стараюсь даже не задать вопрос вы знаете у меня денег никогда нет я поэт я не торгую машинами но у меня ощущение что я жизнь миллионера веду но денег нет это точно а дальше но у меня есть жилье в париже на лазурном берегу есть небольшой уголок мой маленький театрик в москве у меня в этот ну так ничего вот но денег нет вот иногда все уходят на самолеты москва париж а уже иногда за метро в москве заплатить нечем вот сейчас у меня не копейки я у меня друзья так вот сейчас в донецке даже я влип еще карты здесь нет они фручат значит нам надо больше общаться просто вот нам с вами чтобы примерно я лишь как бы очень точно знаю вашу точку зрения я долго очень перечитал всего косару я его знаю но я вот так как вы не перечитываю понятно ну или читал до вел стримы касат она занимала словно в этом 20 процентов всего времени это стрелков был славянский нас вообще все лерс дяди поставь видео про палки и ружья в славянске ну поставьте что вы мне рассказать праве вы видео а я а я с этими бал я видел известным там был ну ну расскажите мне что там было славянске мне тоже из бостона человек мне пишет интернете мне говорят укры тетя не было в одессе а я там был там наши спасали людей ну говорят угры и меня мне тоже нет вообще у боя того он все сказали что да я тоже как бы не прибили юрченко на всякий случай простимся ребята да не человек знал да я лично знаю я раша долл вообще лапочка хороший человек давай приезжать киевики лично с ним познакомлю белой ленточки у меня нет короче вот так забавно забавно получилось кстати я вам скажу ребята я вам сейчас скажу вот уникальная история вот вот смотрите сейчас медаль за оборону славянска номер прочтите номер видите я вам расскажу номер 0 0 0 1 я горд тем что медаль номер 0 0 0 1 не усердно не у сурового спецназовца до спеца а у поэта лирика и мало того еще француза это знаменательно да вот правильно ребята это и и укрыс что вот медаль за разграбление славянска куда у певца днр-овского терроризма стример поддерживает правую колонну плюс путин поддерживает пятую колонну в москве на очень большая путь и не может с ней справиться конечно не справиться если поддерживает господи приведите мозги в порядок черт возьми тоже что такое да так в общем забавно надо надо больше просто у меня чувствую есть некие знания которые если вы не больше разговаривать не это не то вы правы но отчасти больше говорить правду а вы говорите чуть-чуть это может дискредитировать движение общее дело имею ввиду что сейчас до можем можем сейчас скажем сказать вот мы победим здесь все бандиты мы победим мы победим только если начнем говорить правду вы говорите это неправда что здесь они бандиты кто сказал я не сказал что одни бандиты как это вы сказали в заметьте товарищи прошу зафиксировать человек сказал что все бандиты здесь и коррупционеров вот как очень интересно нет у меня очень интересная же приезжие вы здесь так вот как а кто солгал так вы же это сказали вы сказали же это ложь что же я этого не говорил а кому вы ответили что это ложь я-то не говорил что все бандиты коррупционеры товарищ сказали что здесь одна сплошная одна сплошная никогда я такого не говорил сейчас неправильно поняли здесь я сказал много ребят которые сейчас которые будут до конца мало того Я верю, что дойду до конца. Но только мне эта победа уже, для меня, это другая страна. Я сказал, что победят. Но мне эта страна уже, та, которая победит и будет в результате, малоинтересна. Мне жалко людей, которых убивают и будут еще долго, к сожалению, убивать, потому что это будет затягиваться, это будет в долгий ящик, якобы перемирие, якобы то, якобы то, интересы олигархов, все. А люди, там, в подвалах, и в это, да, или женщины-старики, и ополченцы простые, доверчивые, будут погибать и умирать. Вот это мне страшно жалко. Но уже, если я приду и такие, как я, как вы говорите, горячие головы, вы сказали, уже это не изменит ничего. Потому что есть люди, кто этим руководит и скажут горячие головы, сидите, ждите, пусть вас выбивают минометным огнем в окопах. Нельзя идти, наоборот, надо оставить часы это. Погибать, в общем-то, стало меньше. Так, естественно, меньше. Сейчас меньше. Война-то, стыка на формы другие приняла. Меньше, но погибают. Меньше, но погибают. Но это дольше. Это будет 20 лет, их будет меньше, но 20 лет. Теперь они будут погибать и погибать, но меньше. А еще не факт, что она будет все время вот такие формы. И просчитывать такое. У вас есть опыт? Или это кусочек пропаганды сейчас? А какой? Почему мне пропагандировать? Что я? Войны представитель? Кого мне пропагандировать? Я еще раз, я могу пропагандировать свою творчество. Прочтите, что хотите? Нет. Зачем иду я воевать, чтоб самому себе не врать? Чтоб не поддакивать родне, ты здесь нужнее, чем на войне. Найдется кто-нибудь другой, кто встанет в строй, кто примет бой. За это неумение жить, не грех и голову сложить. Ватник называется стихотворение. Да, ему надо, чтобы сразу и много погибло. Кто? Нет. Все могло быть малой кровью, когда той армии бы и почти не было. А мы сейчас ее сформировали, мы своими руками создали. Она сейчас обученная, она сейчас уже обстрелянная, сейчас мотивированная, потому что она убеждена со всеми этими перемириями, что она может воевать и ее бояться. Смотрите, они думали, что они разбиты, а с ней их предлагают перемирие. Когда? Чего из славянска-то не наступает? Да ладно, короче, это такое. Отличное стихотворение, да, ребят. Большинство чата за Юрия, ребят, мнение чата для меня, ну, именно большинство чата для меня не авторитет. То есть, товарищ, ваш товарищ Лер сказал, что он в гробу видал мнение чата. Ну, нет, ну, просто, да, после того, как мы тут проводили простейшую математическую задачку, у нас решило 25% чата. После этого у меня, это самое, ребят, извините, конечно, но тут я не иду на поводу большинства точно совершенно. И вот там у Юры язык, конечно, подвешен, как у всех аферистов, Ротфронт. Я-то не думал, у меня как раз все стыдно за свое косноязычие, оказывается, подвешен. Я даже мог бы, как Юрий сейчас, то же самое говорить. Я понимаю, о чем он говорит полностью, понимаю эту точку зрения, и есть в ней сила на определенном этапе. Сейчас пошел следующий этап, так скажем. Вот моя основная тезис. Надо уже выйти из того состояния Славянска, в котором вы, кажется, остались. Сейчас совершенно другая история. Сейчас совершенно другие силы здесь нам противостоят, и совершенно мы другое из себя представляем. Это уже армия, это уже не ополчение. Ну, правильно, в армии все. Это государство, тогда государства не было. Да, но вот это государство, которое строится, мне жалко тех людей, которые будут жить в этом государстве. Ну, построите свое. А я ведь не строитель государства, я поеду. А вот если сможете, тогда не говорите тем, кто делает. Самое простое обвинять тех, кто... Стоп, стоп. Самое простое обвинять тех, кто что-то делает... А это вы кому говорите? Алло, 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 я не понял. Это вы мне говорите? Ну, как-то. Посмотрите, да? Который за это государство голову пришел и уже было сложил чудом, что я выжил. Вы мне говорите, что вот если люди делают, я не делаю. Алло, вы немножко, чуть-чуть не зашиблись? Или вы... Нет? Все. У нас, сколько, треть, наверное, депутатов, да, вы тоже. И ополченцы. Ну и что? И они в форме даже время от времени приходили. Стоп, стоп. Не все, кто в форме, ополченцы. Я вам сказал, очень много в форме. В форме были чоповцами, охраняли недвижимость Ахмедовой Таруты. Они были очень похожи, понимаете? Ну вы сейчас о чем говорите? Вы говорите сейчас о чоповцах? Я сейчас говорю о депутатах наших, которые... А откуда вы знаете, что они были все именно не чоповцами, а ополченцами? Это мне приходили, потому что ребята, они были... Ну значит, конкретно, это один, два, три какие-то... Ну вы же что за всех депутатов-то не говорите? Они говорят застань. Ну, они говорят застань. Вы говорите, что они чоповцы. Ну что это такое? Я не про них говорю, я говорю, я не знаю, не надо, что все, кто в форме. Нет, я сказал, не все, кто в форме, ополченцы. Это понятно, но это же не имеет никакого отношения, потому что депутаты, те, которые сами воевали, сейчас... Нет, ну не надо мне говорить, я с того начал, что вы мне говорите, что есть люди делом, а вы тут это трепете языком. Нет. Я говорил, что ребята, которые строят государство, они его строят, они пытаются, они... Так вот я вам скажу, вы знаете... И проще всего с позиции обвинять, но сам я делать это не буду, сам не буду строить... Подождите, да, воевали, но я вам сейчас... Да, воевали, да, многие воевали, но знаете, скольких, кто действительно воевал, и я вижу сейчас, они воевали все, и сейчас за конкретные вещи, за конкретные пряники, бублики, они просто их называют, вот просто ополченцы, с которыми я вот эти дни встречаюсь, разговариваю, они называют это, что они предали, они сделали свой выбор. Но в той, там, где они сейчас получают деньги, где им дают звезды, им нужно говорить, вот такое, да, что Стрелков сдал, слил, они за это получают деньги. И никто вообще не говорит даже про Стрелкова, кроме Стрелковцев. Стоп, неправда. Почитайте, ну что вы говорите, почитайте, сколько в дней, значит, вы, говорит, занимаетесь историей, значит, вы и бездаром занимаетесь, вы не знаете. В день по несколько заказных статей выходит, Чаленко, прочих, сколько их пишут, и все, те же Сутьвременницы, как Курняновцы. Вы знаете, что они заказные. А? Вы знаете, что они заказные. Потому что я вижу, кто пишет. Вы видели, как им флотили? А? Да, я знаю, что это Сутьвремени, ребята, посмотрите, откуда идет Сутьвремени, который я вам уже объяснял, почему Кургинян оказался здесь. Что там сильная, очень сильная материальная заинтересованность. Понимаете? И когда я вижу, что конец ведет Сутьвремени, автор статьи, просчитал, посмотрите, откуда, да? Посмотрите, кто написал, вам станете ясно, почему статья написана, кому-то не выгодно. Ты, ну, о чем там говорить? Хотя бы потому, что это неправда. Я там был, они там не были, но они пишут про то, что там было. Вы знаете, что если вот тот бардак, да, который, скажем, здесь был, вот смотрите, вы говорите, что вы не хотите делать за это государство. А есть другая сторона. Вот я сюда не хотел бы приехать, пока тут муть была до того, пока Захаршенко не пришел. Стоп, какая муть была? Где? Муть? В Донецке. В Донецке? Да. Так эту муть стрелков, кто пришел и начал справлять, и кто сопротивлялся, чтобы эта муть осталась? Он пришел против этой муть. А подождите. Так не получилось. Стоп. Так не получилось, потому что убрали. Потому что, подождите. Он пришел и сказал, он первые приказы, которые он издал здесь, расстрел за мародерство, что с пленными за обращение, да, за пьянь, чтобы не было пьяни, чтобы по городу не шататься с оружием. Это первый стрелков издал. И первых, кого начали стрелять, людей Захарченко и Ходоковского. И они прибежали сразу. Как вы наших лучших бойцов арестовали? Как вы что? А их взяли пьяными на окопы. Ну вы что? Чуть не до перестрелок. Он наводил порядок. А кто сопротивлялся? А плот и восток. И вы теперь говорите, он наводил порядок, а эти не давались. Не нужен был здесь порядок. Здесь нужны были то, что было. Казино, наркотики, с путанами проблем нет. Это было... Вот вам. Ну это что за... Давайте вот так без громких... А как без громких? Это реальность, это факты. Я видел этот город, этот Донецк. Я видел. И в этот Донецк пришел Сынков, попытался наводить порядок. А в Славянске у него был порядок, когда он был там единоличным. И он хотел навести его здесь. Не дались они. И отказывались подчиняться. Хотели, приходили на совещание, которое спрятали. Хотели, нет, не подчинялись. Нет, никто не хотел. Им какая-то анархия, которая была, устраивала. А потом сказали, ребята вот так назначили, того, этого убрали, того назначили. Все. А вы... Этот бардак, этот Донецк был не Стрелковский. Он пришел и Стрелковский его не принял. Потому что бардак этот устраивали тех, кто на тот момент Донецк. И не нужен был Стрелков с порядком со своим. А вы не хотели бы жить в том Донецке? Там много вопросов. Вопросов много, конечно. Это очень темная история. Ладно, давайте не будем. Мы уже вообще... Мы уже два часа сидим. Голова уже болит у ребят. А еще ЦСКА «Спартак» смотреть. Вперед. Ну, не зря мы, наверное, из СБУ выпустили. Очень, очень хорошо. А вы видите, что здесь происходит? Меня из СБУ выкрали за заслуги. Читайте. Я про это многое рассказываю в сети. Хорошее что-нибудь здесь видите? А? Хорошее что-нибудь видите? Где? ДНР. Много. Что? Много хорошего. Ну, хорошие есть. А я вам сказал, что я проехал, что на полях сельскохозяйственные машины, а не дым и пожарище, как в прошлом году. Что там поливают, там это... Это вот... А кто все это делает? А? Кто все это делает? Кто? Что? Ну, делают. Война-то идет. Люди живут при войне, люди стонут. Да, это да. Но люди от войны вот здесь. А это так? А все равно... А я вам еще раз говорю. А из Артемьевска, до которой Артемовска, которые под хунтой, которые тоже в Донбассе находятся. Но он там под хунтой. А что, подождите, мы опять о плохом. Что хорошего? Ну, вот я... Вот я вам сказал. Хорошего? То, что вот мы приехали, фильм, тут презентация была, люди приходят, зал набит, людям хочется, а не хочется чего-то жизни нормальной. Они устали от войны. Ну, и поэтому вот есть... Нет, хорошего много. Молодежи много, все. Нормально. Возвращается какая-то жизнь. Из того, что делается, допустим, ну, министерство делает вот связь, знаете ли? Да делают хорошего. Нормальное государство. Нормальное, коррумпированное, как везде, только здесь будет этого больше. Государство строится. Прекрасно. Много хорошего положительного. У вас есть уже кого-то обвинить? А? А я не обвинитель. Я поэт, еще раз говорю. Я не обвинитель, я не юрист. Что вы мне сейчас... Я могу так соскочить, конечно, да. Ну, просто, если это серьезное просто обвинение в коррупции, то есть кто-то ворует, да? Воруют? А вы... А все, кто почти, кто у власти? А вы... А как вы знаете, что они воруют? Откуда вы берете эту информацию? Беру... А у меня есть факты. У меня есть документы. А почему вы не идете с ними в МГБ? Сейчас же борются с... Я не житель этой республики в МГБ идти. Я гражданин других... Хотите помогать этой республике или нет? Именно потому я здесь. Или вы хотите помогать, но так как вы не жители, вы не будете. Нет, а что... А вот тем, что я здесь с вами разговариваю, и говорю правду, я помогаю, пытаюсь помочь республике. Потому что мы победим, только если будем говорить правду. Понимаете? А будем если лгать и так же говорить, как там в Киеве. Ребята, это да, все так, есть проблемы, но мы не можем сейчас на них говорить, потому что мы дискредитацию сейчас в военное время, мы не можем говорить правду сейчас. Вы очень много говорите, мало слушаете. Вот тут, смотрите, если вы будете говорить эту правду тем людям, которые принимают решение... Спартак ЦСКАУ, ребят, горит, ну... Конечно. Если вы будете говорить тем людям, которые будут принимать решение, будут бороться с этой коррупцией, те люди, которые не ответственны за это, это гораздо выгоднее. Знаете, если мы сейчас будем говорить, вот там тот-то человек убил там... Товарищ... Да он убежит, и все. Товарищ... Простите, как вас звать? Ну, Лерс, это такая кликуха у вас, а так по жизни... Погонял, да. Да. Валек, так если бы я... Вы говорите, да? Вы говорите, вот почему вы МГБ... МГБ это для вас, это управа, в которой вы можете. У меня другие управы, да? И другие. И я, поверьте мне, вот я вам сказал, у меня есть документы и факты. Я с ними говорил и говорю... Они долго у вас, почему они до сих пор у вас? Почему вы решили, что у меня? А, ну все, значит, и у вас есть. Да. Нет, они у меня. Но почему вы решили, что я их раню никому... Сказали уже. Нет, да. Нет, они у меня, но почему вы решили, что я с ними не делюсь? Да, мало того. Все, вот так и надо. Мало того. Я вам говорю, что я написал сценарий, я пишу книгу, у меня море чего, вы понимаете, я здесь, чтобы понять и проверить. Кстати, я здесь, чтобы проверить свои догадки. К сожалению, многие мои соображенные догадки подтверждились, я разговариваю с людьми, да, со всеми, с разными, от, как вы говорите, депутатов и выше, до простых ополченцев и до людей, этих пенсионерок из Артемовска. И они, к сожалению, подтверждаются. К сожалению, к огромному для меня. Мои догадки. Про ту республику, которая строится. Здесь есть какая-то информация, но, на мой взгляд, если она касается преступления, ее не нужно нанести в эфир. Вот это моя личная позиция. А куда ее нужно нести? В органы, которые занимаются расследованием преступления. То есть написать доносы и выдают? Почему доносы? Есть же специальные для этого целые структуры, которые занимаются решением вопросов, связанных с нарушением закона. Ну, каждый по-своему. Если мы будем говорить в этом эфире во всем, вот, допустим, вот Сашка Кот, вот что, решишь, что ли? Ну, есть преступник, и что? Что делать? Под Хунтой. Пенсионерка из Артемовска, который под Хунтой пишет мне и стонет. Что вы говорите? Вы сейчас что хотите от людей? Чтобы они пошли арестовывать этих людей? Или что? Я? Я от людей. От каких людей? От этих? Здесь у нас сейчас 4 тысячи нас сполнились. Я пришел, я не знал, что тут 4 тысячи людей будет. Я от них ничего не хочу. Ребята, я рад вам, но я ничего не хочу от вас. Я делюсь с вами своей грустью и печалью. Понятно. Понятно. Просто, вы же понимаете, что это грусть и печаль, допустим, может... Ладно. Может так получиться, что... Ну, смотрите. Вот мы сказали, что... В одном-одном кабинете. Сюда люди просто ехать не будут, например. Понимаете? Вот вы делаете так, чтобы люди сюда не ехали. А я делаю. Они будут думать, что все так плохо. Вы... Подождите. Сейчас. Вот отвечаю на вопрос. Все слышали, да? Я делаю так, чтобы люди сюда не ехали. Нет. Делаю сюда. Подождите. Вот люди приехали сюда из Перми и Екатеринбурга. Приехали. Посмотрели. Они ехали на те... То, что верили, то, что слышали, идеалы. Увидели реальность. Что нормально тут все... Они уехали. И всем отсоветуют там. И уже другие оттуда не приедут. Это не я делаю так, что люди другие не приедут. Не я. А то, что тут происходит. Все. Нормальная армия, нормальная страна, нормальная полиция, нормальная милиция. Все. Все получают деньги. Все берут деньги. Все то, что нужно. Все происходит как везде. Нормальный государств строится. Я рад за него. Но это не мое государство чужое. Да не в футболе дело. Да, есть документы. Можете показать? Что? Это там пишут, что... Да. Документы можете показать? Как-нибудь. В эфире. Я никакое государство не хотел строить. Я услышал, что строится государственная Россия. Но даже не это. Государственная Россия, ну пусть строится. Убивали людей. Убивали людей, женщин и детей. Вот почему я приехал. Чтобы быть рядом с теми, кого убивают. Потому что так иначе жить было стыдно. Да, прав, конечно. Все прав. Только, на мой взгляд, немножко запоздалая, что ли. Правда. Да ничего, ребят. Я еще вас переживу. До инфаркта не доведется. Если меня там, в шкафу до инфаркта не довели, ничего. Ох. Ну, забавно. Документы в студию хотел. Ну, в студию. Почему решили... Что за документы? Какой тип этих документов? Это что? Ребята, а почему решили, что я в эту студию пришел? Я приехал сюда вообще читать стихи и петь песни. Так что, ребят, все. А они с документами ездят, шарашатся здесь. Что за документами? Ну, какой... О чем вы? О документах. Я не понимаю. Не понимаю. Просто интересно. Ну, это флешка или... Ладно. Пошутили, хватит. Все. Короче. Здоровский сегодня эфир получился. Откажи документы, кто с вас взял взятку. Так. Спасибо. Прочтите стих. Да, прикольно получилось. Да, да. Стихотворение. Вы же знаете стихотворение. Мой черный грач. Мой черный грач. Простимся, брат. Я ополченец, я солдат. И может жизнь в момент любой Позвать меня на смертный бой. И мать опять не спит моя Ночами Господа моля О том, чтоб сын ее родной Живым с войны пришел домой. Скажи мне, грач. Какой же толк в словах про память и про долг, Когда не сможем мы сберечь Ни нашу честь, ни нашу речь. И плачет женщина моя Ночами Господа моля, Чтоб хоть изранен, но живой С войны вернулся я домой. Мой грач. О, как бы я хотел, устав от скорбных ратных дел Прижать к груди жену и мать И просто жить, не воевать. Но плачет родина моя, Меня о помощи моля. И я иду опять, мой грач, На этот зов, на этот плач. Спасибо, с нами. С нами сегодня в студии был Юрий Юрченко, Поэт-актер, драматург. И все такое. Пусть будет так, давайте по-неформальному, Уже закончим. Да. Так, ну, в общем, ребят, спасибо Всем, кто смотрел. Я единственное, что все-таки возьму, Последнее слово. На мой взгляд, вот вы должны понять, Что вы так и будете одни, Если не научитесь договариваться. Договариваться, допустим, Вы даже со мной не можете договориться, Кто с вами на одной стороне фронта. Вот просто договориться, выслушать и понять. Вы хотите меня в чем-то переубедить. Причем я прямо говорю, что я знаю полностью От и до всю позицию, всю вашу позицию, Вся информация такая известна. Но у меня другое видение решения этих проблем. Но вы не готовы слушать. Вот, на мой взгляд, вот это очень... Это то, что, из-за чего Стрелков не получил оружие. Это то, из-за чего... Ну, та проблема, из-за чего было так или иначе мало. То есть со всей России, Когда вся абсолютно... Абсолютно вся информация была вокруг Стрелкова. Абсолютно. То есть весь был фокус на него. Мы ему сколько отдавали, Когда были центральным сайтом информационным по всей Новороссии. В общем-то, Единственные прямые эфиры круглосуточные были. И с... С несколькими миллионами в месяц посещений. Он сумел собрать тысячу человек так или иначе. То есть так или иначе, Что-то надо менять. Вам в том числе. Нам хорошо. Мало менять. Но, на мой взгляд, Нужно найти идею интеграционную, Которая объединит вашу идеологию, Допустим, С моей идеологией, Вашу Юрию, С моей. Больше общаться, Находить общие точки соприкосновения. Тогда мы усилим друг друга. Тогда мы сможем разместить нас на такие позиции, Где каждый будет на своем месте. И все будет хорошо. Я думаю так. Спасибо. Спасибо вам.